Глава шестая. Въезд великой княгини Александры Георгиевны. Спектакль Гала. Обед с герцогом Мекленбургским. Мое увлечение Вагнером. Праздник у Собуровых оттого и оставил во мне такое яркое впечатление, что это было в первый раз, что я оказался в свете и провел даже несколько дней в его особой атмосфере. В этом же 1889 году мне выдался случай еще увидеть вблизи высшее общество, мало того, царский двор и самого царя. В середине июня я в Петербурге был свидетелем одного из последних торжеств в духе и в масштабе великолепных придворных празднеств XVIII века. Праздновалось бракосочетание брата-государя, великого князя Павла Александровича с принцессой греческой Александрой Георгиевной. На сей раз свадебный обряд был совершен в Казанском соборе. И туда, при развертывании церемониала, установленного еще при императрице Елизавете Петровне, были доставлены высоконареченные, прибывшие в сопутствии всей царской родни из Петергофа морем и высадившиеся на Английской набережной. Оттуда свадебный поезд проследовал по главным улицам столицы, по Большой морской и по Невскому проспекту. Узнав об этом маршруте высочайшего поезда, я попросил папу дать мне возможность полюбоваться таким небывалым зрелищем. И он устроил меня в одном из окон в музее Григоровича, в Доме общества поощрения художеств. В смысле видимости нельзя было найти что-либо лучшее. Нескончаемая процессия протянулась у самых наших ног. Силе впечатления способствовало то, что Большая морская, улица не очень широкая. Одно было неприятно, это духота, что воцарилась в довольно низкой зале, в которой набралось полсотни таких же любопытных, как я. Причем окна, несмотря на жару, запрещено было полиции открывать все из всегдашнего опасения покушений. Пришлось в таких условиях высидеть три часа, на ожидание ушло первых два, и под конец это показалось довольно тяжким. Самое шествие было задумано с намерением вызвать впечатление предельной роскоши, представляя собой сплошной поток золота. Длинный ряд золотых карет, золотых ливрей, золотых мундиров. В шествии участвовало несметное количество действующих лиц, и еще в пять раз больше статистов. И однако не могу сказать, чтобы в целом зрелище получилось вполне удавшимся. Произошло нечто аналогичное с тем, чему десять лет до того я был свидетелем при погребальном шествии императора Александра II. Как тогда, так и на сей раз, шествие не тянулось, как рисуют на картинках, одной стройной и непрерывной лентой. А оно то и дело тормозилось, происходили остановки, иногда и очень длительные. Одна часть наезжала на другую, и только благодаря мастерству кучеров, конюхов и скороходов удавалось избежать сцепок и путаницы. Вид самих парадных карет, иногда прекрасно расписанных и всегда густо раззолоченных, сверкавших на солнце своими зеркальными стеклами и увенчанных букетами перьев, производил волшебное впечатление. И еще прекраснее были ровно ступавшие белоснежные лошади в богатейших сбруях, которых вели под усцы ливрейные слуги в белых париках. Но я бы сказал, что и эти исторические, баснословно роскошные экипажи, производят в музеях большее впечатление. Фантазия там добавляет то, чего вот здесь в действительности не оказалось, и это несмотря на яркий свет и на безоблачную лазурь. Прям смешными казались налаживавшие порядок церемонимейстеры, скакавшие взад и вперед вдоль поезда. Из них далеко не все были хорошими наездниками. И довольно жалкий вид являлись старые камергеры и гофмейстеры, которые с непривычки должны были чувствовать себя крайне неуютно, сидя верхом на исполинских конях. Через два или три дня должен был состояться парадный спектакль в Мариинском театре. Папа в качестве члена управы получил место в ложе, предоставленной группе лиц, стоявших во главе городского самоуправления. Но ему не хотелось среди летнего отдыха облачаться в мундир и подвергаться этому испытанию. И благо билет не был именным, он его предложил мне. Сначала я отказался, так как собирался гостить на даче у скалонов в Финляндии, но затем все обернулось иначе, и я все же на спектакль «Гала» попал. Дело в том, что мне сразу же не по вкусу пришлось пребывание у моих друзей. Не понравилось мне то, что я должен был разделить крошечную спальню с самим Колей и с его братом. Еще менее, что, вернувшись среди дня с прогулки, я нашел на предназначенном мне диване огромного грязного пса. Не понравился мне и самый хмурый, чахлый, убийственно, однообразный финский пейзаж. Требовалось пройти версты три, чтобы, наконец, добраться до какого-то обрыва, с которого открывались довольно живописные дали. Ночь все же я там провел, но громкий храп двух братьев и назойливое гудение комаров не дали мне заснуть. Встал я сонный, вялый, в скверном настроении, и тут я вспомнил, что мне необходимо быть к следующему вечеру обратно в городе, а до того я должен был еще заехать к другим друзьям, к Фену, жившим в это лето тоже в Финляндии, верстах в пятнадцати от скалонов. И Коля, и его матушка несколько удивились такой мгновенной перемене программы и стали уговаривать меня остаться, но я настоял на своем, и силу сопротивления нашел как раз в надежде, что я еще поспею в Петербург к празднику. К Фену, в усть Кирки, я добрался к ночи, наняв финский тарантас, и застал там многочисленное и развеселое общество. Справляли чье-то рождение или именины. Подъехав к крыльцу очень привлекательной дачке я услыхал звуки рояля и неистовый топот танцующих. Из кухни неслись соблазнительные запахи. Меня, которого вся компания собравшейся молодежи знала как большого затейника и забавника, встретили восторженно и сразу засадили на смену Маман Фену за игру вальсов и мазурок. После раннего и очень вкусного ужина опять плясали, играли в салонные игры и снова плясали. Так и не заметили, как надвинулась и разразилась гроза. И вдруг над самыми головами раздался оглушительный удар грома, после чего что-то тяжелое рухнуло на землю. То была вековая липа, которая легла рядом с дачей, образовав своими ветвями и листвой рот непроходимой чащи. Еще милостью Божьей она не свалилась на самый хрупкий старенький домик, иначе она раздавила бы его и нас погребла бы под обломками. Никому после того не захотелось продолжать пляски, но веселье все же продлилось в новой форме. Оставшимся ночевать гостям мужского пола постелили матрацы и сено в гостиной, а дамам предоставили диваны и составленные стулья в соседних комнатах. Но не скоро все заснули, завязались разговоры, шутки, споры, из соседних комнат звучал почти непрерывный смех. Лишь когда вставшее солнце осветило комнаты, все по команде повернулись, каждый на другой бок, и в течение трех часов предались, но уже не ночному, а дневному отдыху. С утренним поездом я уехал, и вот на всем пути почти до самого Петербурга я был поражен зрелищем ужасных последствий пронесшегося урагана. На версты и версты по обе стороны железной дороги земля была усеяна соснами. Точно какому-то великану пришло в голову разбросать много, очень много коробок колоссальных спичек. Вечером того же дня, облекшись во фраг, сшитый на бенефис цукки, и напялив в папин старомодный цилиндр, я отправился пешком без пальто в Мариинский театр, до которого, как уже известно, было от нас рукой подать. Контроль у входа я миновал благополучно благодаря папиному пригласительному билету. А раз попав внутрь театра, я уже без труда поднялся до ложи городской управы, где я воссел среди папинах коллег, с которыми я почти со всеми был знаком. У каждого из этих убеленных сединой господ на плечах лежала тяжелая серебряная цепь, знак их достоинства, а на фраках и мундирах были натыканы звезды, кресты и медали. Тем более странным должен был казаться мой юный вид и нагота моей одежды. Не успели все рассесться, как оркестр заиграл Божий царя храни, поднялся занавес, и выстроившиеся на сцене артисты и хор присоединились к оркестру. Это означало, что государь и государыня вошли в среднюю ложу. Но наша ложа была над ней, и от нас то, что в ней происходило, не было видно. Зато весь портер и все бывшие в боковых ложах теперь стали спиной к сцене и лицом к царской ложе. Гимн завершился троекратным «Ура!» После чего начался спектакль. От самого представления, однако, у меня не осталось никакого определенного воспоминания. Кажется, был дан акт из жизни за царя или из Руслана и какой-то балет. Зато незабываемое впечатление произвело на меня то, чему я был свидетелем в фойе во время антракта. Тут я увидел в непосредственной близи русский двор, о котором светские хроникеры говорили как о чем-то сказочно роскошном. Увы, такое близкое с ним ознакомление не пошло ему на пользу. Состав этой густой и толкавшейся в разные стороны массы не отличался ни красотой, ни элегантностью, ни величественностью, ни какой-либо породистостью. Большинство присутствующих состояло из согбенных под бременем лет сановников, и из большей частью маленьких, толстеньких, а частью истощих и комично высоких старых дам. Не спасали ни золота мундиров, ни орденские ленты, ни удивительно расчесанные бороды и бакенбарды. Многие царедворцы еще придерживались моды времен Александра Второго. Не бриллианты и жемчуга, лежавшие на иногда и очень объемистых, но серых от пудры и абсолютно непрельстительных персих. И держала себя эта архивельможная масса совсем не так, как подобало бы носителям высших чинов и представителям знатнейших фамилий. Все довольно бесцеремонно толкали друг друга. Особую же сумятицу производили те, что пробивались к буфету, тянувшемуся во всю ширину фойе вдоль окон. У самых же столов происходило настоящее побоище. До того всем хотелось выпить бокал шампанского или отведать царских гостинцев. И вдруг все остановились, притаились, и в наступившей тишине резко раздался удар об пол прикладов часовых, охранявших вход в среднюю царскую ложу. Двери ложи распахнулись, выбежали церемониймейстеры с длинными тросточками, и за ними появился государь, ведя под руку новобрачную. Тут мне посчастливилось. В коловороте, получившемся от того, что надо было дать дорогу высочайшему шествию, направлявшемуся к зале, примыкающей к левой боковой царской ложе, там было сервировано вечернее угощение, я был оттерт до ступени лестницы, поднимавшейся в верхние ярусы. Оттуда, немного сверху, стало особенно хорошо все видно. И тут я впервые увидал Александра Третьего совершенно близко. Меня поразила его громоздкость, его тяжеловесность и, как-никак, величие. До тех пор мне очень не нравилось что-то мужицкое, что было в наружности царя, знакомый мне по его официальным портретам. Один такой портрет висел в актовом зале казенной гимназии, другой — в большом зале городской думы. И прямо безобразную казалось мне на этих портретах одежда, мундир государя, особенно в сравнении с элегантным видом его отца и деда. Введенная в самом начале царствования новая военная форма с притязанием на национальный характер, ее грубая простота и, хуже всего, эти грубые сапожищи с воткнутыми в них штанами, возмущали мое художественное чувство. Но вот в натуре обо всем этом забывалось. До того самое лицо государя поражало своей значительностью. Особенно поразил меня взгляд его светлых, серых, голубых глаз. Проходя под тем местом, где я находился, он на секунду поднял голову, и я точно сейчас испытываю то, что я тогда почувствовал от встречи наших взоров. Это был холодный стальной взгляд, в котором было что-то и грозное, и тревожное. Он производил впечатление удара. Царский взгляд. Взгляд человека, стоящего выше всех, но который несет чудовищное бремя, и который ежесекундно должен опасаться за свою жизнь и за жизнь самых близких. В последующие годы мне довелось несколько раз быть вблизи императора, отвечать на задаваемые им вопросы, слышать его речи шутки, и тогда я не испытывал ни малейшей робости. В более обыденной обстановке при посещении наших выставок Александр Третий мог быть и мил, и прост, и даже уютен. Но вот в тот вечер в Мариинском театре впечатление от него было иное. Я бы даже сказал, странное и грозное. Высочайшее шествие шло довольно быстрой поступью парами. Если я не ошибаюсь, вторую пару составляла императрица Мария Федоровна под руку со своим братом, королем Эллинов Георгием. За ними следовали члены царствующих домов России, Греции, Дании и разные иностранные принцы. Пробыв за вечерним чаем с полчаса высочайшие тем же порядком вернулись в среднюю царскую ложу. И при этом втором проходе я мог уже более внимательно вглядываться в отдельные лица. Особенно меня тогда поразила матовая бледность прелестного лица и юных плеч новобрачной. Что-то трогательное, точно обреченное было в ее выражении. Это придавало Александре Георгиевне совершенно особое трогательное обаяние. Замыкали шествие, знакомые мне по вечеру у Собуровых, сыновья, великой княгини Екатерины Михайловны, герцоги мекленбургские, стрелицкие, долговязый и симпатичный Георгий и младший брат его, весь какой-то сжатый, замкнувшийся Михаил. С помянутым только что герцогом Георгием я вскоре после того вошел в личный контакт. И рассказом об этом случае я закончу свое повествование о том, как я вернулся к светской жизни. Альбер был очень ласково принят при дворе великой княгини Екатерины Михайловны. Он часто там бывал, обедал и завтракал. И вот ему вздумалось угостить у себя на даче, в Араненбаумской колонии, ответным обедом старшего из сыновей великой княгини. Его Королевское Высочество, так величали в России герцогов мекленбургских, милостиво приняло приглашение. А я как раз тогда гостил у брата, и таким образом провел целый вечер в обществе этого члена императорской фамилии. Мария Карловна была за границей вместе с моей бывшей и будущей невестой, ее сестрой Атей. Для тогдашних моих настроений это был весьма характерный случай. Я был действительно счастлив и даже вошел в некоторый транс. Я что-то уж очень много говорил, переплетая русскую речь с французской, и, несомненно, представлял собой довольно смешное зрелище. Герцог мекленбургский не был для меня тогда какой-то королевской особой третьего ранга. Для меня это был подлинный высочайший внук брата высокопочитаемого мной, по примеру, отца Николая Первого и прямой правнук Павла. Особый орел предавало Георгию Георгиевичу то, что зимой в Петербурге он тогда еще жил вместе с матерью в самом грандиозном из всех дворцов послезимнего Михайловском, ставшем впоследствии русским музеем императора Александра Третьего, а летом в сказочном Араньенбауме, которому я питал с раннего детства прям-таки трепетное чувство. Я уже упоминал, что я даже боялся Араньенбаумского дворца, центр которого был увенчан гигантской княжеской короной, а на двух концах его длинного фасада торчало по башне с каким-то очень странным куполом. И вдруг принц, живший в этом волшебном замке, оказался моим визави за столом моего брата. Я мог к нему обращаться, беседовать с ним, а смирев, я даже с ним заспорил, что должно было особенно раздражать моего брата. Георгий Георгиевич Мекленбургский, носивший в семейном кругу имя Жоржакса, вырос в музыкальной атмосфере, созданной еще его бабкой, знаменитой меценаткой, великой княгиней Еленой Павловной, у которой когда-то запросто и незапросто бывали и играли и Лист, и Антон Робинштейн, и все выдающиеся, известные на весь мир виртуозы и композиторы. Великая княгиня Елена Павловна 1806-1873 известна широким содействием развитию русской музыки и музыкального образования в России. При ее поддержке, в частности, были организованы Русское музыкальное общество и Петербургская консерватория. Георгий Георгиевич был сам хорошим пианистом. Ему же принадлежала заслуга создания и содержания первоклассного квартета камерной музыки, носившего его имя и пережившего на несколько лет своего основателя. Однако Георгий Георгиевич ничего, кроме немецких классиков, не признавал. Я же тогда переживал первые месяцы своего бешеного увлечения Вагнером, считая всегда своим долгом ломать копья в честь своего кумира. Напротив, для Жоржакса Вагнер, хотя и был немцем, однако продолжал быть представителем неприемлемой музыки будущего. А в кольце Небелунга он признавался, что ничего, кроме шума, не слышит. Этого я никак не мог вынести. Должен еще прибавить, что тогдашнее мое дерзновение можно объяснить той атмосферой интимности, которую распространял вокруг себя герцог. Этот очень высокий, но скорее на немецкий лад, немного неуклюжий офицер с длинным лошадиным лицом, со светлыми свисавшими усами, был само благодушие. Впечатлению добродушия способствовала еще и его чуть затягивавшаяся на гласных, обладавшей легким акцентом русская речь. Что-то мило комическое было и в его военной выправке, который противоречил его добрый из-под стекол золотого пенсне взгляд близоруких глаз. Чувствовалось, что ему милее всего на свете домашний уют и семейная обстановка. Лишь временами он вспоминал, что он принц, что ему надлежит подтянуться, напустить на себя важность. У него, как и у брата Михаила Георгиевича, установилась в Петербурге репутация очень недалекого человека, чему в значительной степени способствовали клички, данные им их матерью. Однако, впоследствии, сделавшись более или менее своим человеком в доме Мекленбургских, я мог убедиться, что Жоржакс, при некоторой своей, тоже очень немецкой наивности, человек далеко не глупый, что он был более на европейский лад образован, нежели многие его собратья, наши коренные великие князья. При этом можно еще вспомнить, что русские люди часто не умеют различать настоящей сути и настоящего достоинства немцев. За глупость и тупость они охотно принимают известную германскую косолапость, столь противоположную непринужденности французов и англичан. В Жоржаксе не было и тени лукавства, и того, что теперь называли бы снобизмом. Мне думается, что именно благодаря своему простодушию и доброте он был как-то особенно счастлив в своей семейной жизни, бесконечно более счастлив, нежели большинство людей его круга. Сочетавшись марганатическим браком с одной из сестер Вонлярских, Натальей Федоровной, состоявшей лектрисой при его матери, Георгий Георгиевич прожил двадцать лет в полном согласии со своей супругой. Этот мезальянс создал ему очаровательный домашний очаг. Графиня Карлова была самой приветливой и приятной хозяйкой дома. Их дети, сын и три дочери, одна из них скончалась в юных годах, получили образцовые воспитания, но не как принц и принцессы, а как простые смертные. Супруга герцога Георгия была возведена в графское достоинство и получила имя по названию одного из богатейших имений наследников Великой княгини Екатерины Михайловны Карловка, графини Карловой. Это же имя и титул носили, как слышно, и ее дети. Лишь позже, во время войны, Наталья Федоровна получила наименование герцогини Мекленбург-Стрелицкой. Я только что упомянул о том, что в эту эпоху переживал бешеный или буйный период своего увлечения Вагнером. Возникло это увлечение как-то сразу и под действием тех впечатлений, которые я получил от тех спектаклей, на которых я сподобился присутствовать во время Великого поста 1889 года в Мариинском театре, где тетралогия Нибелунгов исполнялась полностью первоклассными немецкими артистами в составе антрепризы Неймана и под управлением первоклассного дирижера Карла Мука. Вагнеровская труппа Неймана под управлением дирижера Мука 1859-1940 дважды гастролировала в России в 1889 году в Петербурге и в Москве и в 1891 году в Москве. Нейман ручался, что его спектакли в точности воспроизводят байрейтские постановки, еще самим Вагнером установленные. И эта верность байрейту сказывалась даже в том, что начало каждого действия возвещалось фанфарами со сцены и в фойе, и что театр погружался в темноту перед тем, чтобы раздвинулся занавес, а опоздавших в зрительный зал не пускали. Эти новшества возбуждали едва ли не больше толков, нежели самые представления в целом. Байрейтские постановки, постановки вагнеровских опер в специально построенном для этой цели театре в Байрейте. Театр был сооружен в начале 70-х годов XIX века по проекту самого Вагнера и при материальной поддержке его покровителя, короля Людвига II Баварского. В 1876 году состоялось первое исполнение кольца Нибелунга, в котором приняли участие лучшие музыкальные силы Германии. В 1882 году был представлен Парсифаль, а затем Тристан и Изольда, нюрнбергские мастера пения, тангейзер. С этих пор постановки в Байрейте ежегодно в летнее время привлекают массы любителей музыки, а их стиль становится образцом для постановок вагнеровских опер в других театрах. Что касается меня, то я прозевал момент, когда можно было абонироваться на один из четырех циклов, а когда я спохватился, то оказалось поздно. Несмотря на весьма высокие цены, все до последнего места были разобраны. Выручил милый друг дома Рассоловский, который, несмотря на свою германофобию, чисто нововременской окраски, запасся местом в двух абонементах. Увидев мое горе, добряк Зозо уступил одно из этих двух мест. Но то было не в первом, а в четвертом, последнем абонементе. Такое запоздание имело свою хорошую сторону. За время, пока шли первые циклы, Альбер, побывав на двух из них, запомнил все главные лейтмотивы и все самое характерное в приемах Вагнера. Теперь в его импровизации вплетались и эти новые для меня элементы. А то в вольной передаче он воспроизводил целые сцены. Лесной шум, шествие богов Квалгалле, полет Валькирий, заклинание огня, пение рейнских наяд и так далее. Слушая чуть ли не каждый день игру брата, я запомнил как отдельные фразы, так и целые куски, и это мне затем помогло лучше усвоить то, что меня особенно поразило в оркестре и в пении. Когда же занавес в последний раз опустился после пожара Валгалы в гибели богов, я чуть что не плакал, сознавая, что теперь я надолго окажусь лишенным тех потрясавших все мое существо наслаждений, которым я отдавался в течение четырех незабываемых вечеров моего первого знакомства с кольцом. Наступило это неописуемое наслаждение с самого момента, когда загудела чудесная квинта, с которой начинается золото рейна, и когда потекли арпеджии, так изумительно передающие ровное, вечное течение рейна. И как раз случилось нечто, что хотя и явилось минутным нарушением нужного настроения, вызываемого музыкой, однако все же усугубило то состояние какого-то мистического родения, которое овладело мной и значительной частью публики. Еще не кончились переливы, как вдруг откуда-то с галерки раздался неистовый на весь зал вопль. Кто-то не выдержал, с кем-то сделался припадок кликушеской истерики. И вот что курьезно, с тех пор каждый раз, когда я слышал музыку золота рейна, я как-то ждал повторения того же непредвиденного автором добавления к его партитуре. Всего в подробности я не стану описывать. Скажу только, что по-настоящему восторг мой был вызываем только оркестром и, в меньшей степени, пением, но вовсе не зрелищем. Таковое было вполне доброкачественно с технической стороны, и, может быть, оно вполне отвечало требованиям Вагнера, тому, что показывали с самых его дней в Байрейте. Но оно нисколько не соответствовало моим ожиданиям, о чем, казалось мне, так ясно и определенно говорит музыка. Что же касается этого вопроса, насколько эта постановка удовлетворила бы Вагнера, то на это не следовало бы вообще обращать особое внимание. Весьма возможно, что сам гениальный в музыке Рихард плохо разбирался в пластических художествах. Ведь и его венценосный поклонник король Людвиг II Баварский был весьма безвкусным человеком, доказательством чего служат его замки и дворцы, на которые истрачено столько миллионов и положено столько труда и старания. Выстроенные для Людвига II в Баварских Альпах два роскошных дворца Линдергофф и Геренхимзея отражали его увлечение Людовиком XIV и воспроизводили обстановку Малого Трианона и Версальского дворца. Замок Нейшванштейн был порождением культа Вагнера, древнегерманских легенд, средневековой романской и готической архитектуры. Дивно чувствовал Вагнер природу и дремучий лес, в котором живет змей Фафнер, и прекрасную дикость рейнских берегов и так далее. И все же он мирился с тем, что по его заказу сочиняли профессиональные декораторы и что было выдержано в духе банального академического романтизма. Не более отрадные впечатления производили действующие лица. Слушать иных было приятно, но видеть их всех было тяжело. Разве не ужас эти пивные бочки с подвешенными бородищами и с рогатыми шлемами на головах? И это должно представлять Зигмунда, Гундинга, Гунтера. Разве этот клоун с рыжим вихром на голове может сойти за бога огня Логи? Разве этих полногрудок с перетянутыми талиями и с выпеченными бедрами дам можно принять за Фрею, Зиглинду, Брунгильду, за дочерей Рейна? Тогда же я возмечтал создать идеальную вагнеровскую постановку. Однако, когда мне эта задача выдалась в 1902 году, то меня самого не удовлетворило то, что мной было измышлено. В 1902 году по заказу дирекции императорских театров Александр Николаевич Бенуа выполнил эскизы декораций к гибели богов Вагнера. Передав исполнение декорации по своим эскизам Коровину, Бенуа остался недоволен работой художника, а тем самым и всем спектаклем. Публика была, однако, покорена представлением. Моментами зритель совсем забывал, что это театральное действие. Ему казалось, реальная жизнь проходит перед его глазами. Смотрите, Остроумова-Лебедева, автобиографические записки, том 2, Ленинград, Москва, 1945 год, страница 37. Смотрите также том 2, страница 372, 375. Правда, кое-что мне удалось сочинить как-то ближе к музыке, к тому, что навевает музыка. И во всяком случае, эти мои сценические картины были поэтичнее того, что мы увидали в Петербурге в 1889 году, или того, что я видел на разных немецких сценах, которые оставались верными байрейтским традициям. Но все же это было не то. Гораздо ближе удалось подойти к Вагнеру, моему сыну, в его вагнеровских постановках, в Милане и в Риме. В римской опере, в частности, Александр Николаевич Бенуа оформил ту же оперу «Гибель богов» 1931 год, а также «Валькирию» 1929 и «Зигфрида» 1930. Запоздалое мое знакомство с Вагнером в 1889 году совершенно переработало мой музыкальный вкус. Я пробовал воспроизводить на рояле запомнившиеся фрагменты небелунгов, но эти намеки и сувениры только меня раздражали своим любительским убожеством. Самому же разбирать клавиры, которыми я тогда обзавелся, мне, музыкально безграмотному, было не по силам. Тут очень пригодились друзья Валечка Нувель и Митя Пыпин. Хотя они были неважными пианистами, однако читать с листа они умели довольно бегло. Они проигрывали мне то, что меня особенно пленило, почем я с ума сходил, а я вслушивался и многое усваивал почти дословно. Кое-что после того мы играли в четыре руки. Бывало и так, Валечка сидел за роялем, я за физгармонией. Выходило эффектно но и окончательно огорчительно для моего папочки, так как он эту музыку будущего никак не мог принять к сердцу и к уху. И до чего же я тогда одурел в своем восхищении от Вагнера. Еще самой ранней весной я перебрался на дачу к брату Альберу, благо в тот год мне не надо было думать об экзаменах, и там я целыми днями бродил в одиночестве по мшистым болотистым местам, расположенным вокруг Петергофа и Араненбаума, вдыхая таинственные запахи оживающей природы, распускающихся березок и влажной зелени, распевая про себя или во все горло темы из Валькирии и Зигфрида. Моментами при этом меня одолевала тоска, что все это я теперь испытываю один, и без с той прелестной подруги, с которой я привык делиться всеми своими увлечениями, и с которой, мне казалось, я расстался навсегда. Зато, когда наш роман через два года возобновился, с какой радостью я втянул и Атью в новооткрытый мной мир. Она же умела прекрасно разбирать и проигрывала мне и самые трудные места вагнеровских опер. Глава седьмая Семейная 1890 год ознаменованной в моей личной жизни окончанием гимназии и поступлением в университет памятен еще по нескольким происшествиям первейшей для нашей семьи важности. В семейном кругу главнейшим событием была кончина дяди Кости Ковоса весной 1890 года, о чем я уже упомянул в первой части этих воспоминаний. Смерть дяди произошла молниеносно. Дочь его Оля, жена моего брата Михаила, была вне себя от горя, но смерть боготворимого отца открыла перед ней и ее мужем довольно блестящие горизонты. Дела дяди были в полном порядке, и наследство, оставленное им, исчислялось почти в миллион золотых рублей. На одни проценты с такого капитала можно было, не затрагивая его, жить широко и даже небезызвестной пышности. Но Оля и Миша не любили пышности. Они переехали в квартиру дяди и только пожелали, чтобы к ней уже достаточно просторной были присоединены пять или шесть комнат из квартиры над ними. Пришлось снова побеспокоить и выселить доктора Реймера. Оля и Миша более по-модному отделали парадные комнаты, причем комната рядом с передней была использована под внутреннюю лестницу в верхнюю половину. Эта лестница столярной работы была построена по рисунку папы и могла в качестве удобства считаться образцовой. Помнится, как именно в этом лестничном двухэтажном покое происходил однажды свирепый спор между с одной стороны мной и Сережей Дягилевым, с другой кузиной Олей и ее учителем пения сеньором Пане. Ольга не признавала русской музыки. Мы же как раз тогда сделались ярыми ее поклонниками. Тогда же вскоре Миша и Оля приобрели в Бобыльске близ Петергофа большой участок земли на самом берегу моря, примыкавший с востока к владению нашего брата Леонтия, а с запада выходивший прямо в чащу парка собственной его величества дач. На этом участке они построили себе по проекту Леонтия большой летний дом, разбив вокруг сад с множеством цветов, а немного в стороне большой огород, в котором произрастали чудесные ягоды и отборные овощи. Наконец, они обзавелись собственными лошадьми и экипажами. Мишенька купил себе и новую парусную яхту. В остальном же их жизненный обиход остался прежним. Оба супруга были экономны. Мишенька же даже с небольшим уклоном в сторону скупости. Олечка, считавшая себя безнадежно некрасивой, мало тратила на туалеты, и приемы их ограничивались одними родственниками, которым несколько позже, когда дети Кока Константин и Кика Ксения подросли, присоединились их товарищи и подруги. Воскресные званые обеды Миши и Оли продолжали устраиваться в очередь с нашими и носить тот же характер, какой был заведен дядей. При значительной изысканности блюд, вин и закусок эти обеды носили тот же солидно буржуазный стиль. Заведовала хозяйством по-прежнему тетя Катя Кампионе. И так же, как при дяде Косте, мужская половина гостей после обеда забиралась в кабинет, ставший теперь Мишенькиным, а дамы рассаживались по диванчикам и мягким пуфам в будуаре тети Кати. Молодежь предпочитала пребывать в соседней прелестной угловой круглой комнате. За обеденным столом продолжал заседать кроме родных, плотный, весь какой-то гладкий, плешивый перс-магометанин Мерза Казембек. Самый ласковый из когда-либо мне встречавшихся людей. Он был сослуживцем дяди Кости по Министерству иностранных дел. По-прежнему споры на политические и культурные темы начинались с самого супа, но они утратили свою остроту, так как главного заводилы дяди Кости среди нас больше не было. Некоторым новшеством обедов Миши и Оли было почти несменяемое присутствие на них супругов Дехтеревых, то есть нашей кузины Софьи Цезаровны и ее супруга Владимира Гавриловича. Нельзя сказать, чтобы эта пара представляла собой очень гармоничный подбор. Сонечка была само изящество, не лишенная известной прециозности. Напротив ее супруг представлял собой обращик чего-то дикого и первобытного. С виду он напоминал великанов из золота Рейна. Огромный сутулый, ступавший медвежьей походкой, обросший девственной черной бородой и лохматыми волосами, чуть подслеповатый в очках, он говорил как-то шлепая губами с необычайным опломбом. Возможно, впрочем, не мне судить. Он и был тем светилом науки, каким он старался казаться и за кого, несомненно, его принимала влюбленная в него жена. Но злые языки, а их всегда немало среди родных, отзывались о Гавриловиче с иронией. И, кстати, сказать, такое же отношение, возможно, что лишенные всякой справедливости, к нему было и у молодого поколения философовых, которые за многие годы знакомства умели его хорошо изучить. Он когда-то ходил в народ и поэтому принадлежал к людям, пользовавшимся особым расположением Анны Павловны философовой. Сама же знаменитая патронесса освободительного движения и на склоне лет продолжала видеть в Дехтереве героя, каковым он ей представлялся, когда она писала восторженные о нем письма Тургеневу. Она переслала даже писателю записки своего протеже, а писатель возьми да и используй их для довольно ядовитой характеристики одного из выведенных им революционных типов. Кисляков в романе этот же культ Дехтерева сблизил нашу Сонечку с Анной Павловной. После смерти мужа она даже сделалась чем-то вроде ее секретаря или адъютанта. На фоне нашей родни супруги Дехтеревы и особенно он представляли собой нечто весьма красочное и курьезное. Как это ни странно, с моими ближайшими подругами детства, младшими дочерьми дяди Сезара Машей и с Инной, я с момента кончины дяди летом 1883 года встречался редко, а у них на дому, пожалуй, и ни разу не был. Инна вышла замуж очень рано за аккуратненького полковника главного штаба Лошкевича, а Маша в начале девяностых годов внезапно скончалась в Неаполе, причем ходили слухи, что она приняла раствор из серных спичек. На этот ужасный поступок милую, поэтичную, когда-то так легко смеявшуюся девушку, будто бы толкнул все усиливавшийся недуг, глухота. В общении с Машей и Инной я находил величайшее удовольствие, но старшую сестру Соню я недолюбливал, так как считал ее гордячкой и болезненно не переносил, когда она корчила из себя гувернантку. Соню я тогда не любил, а теперь, став двадцатилетним молодым человеком, я как-то заинтересовался ей и ее мужем и стал довольно часто у них бывать. Пожалуй, меня притягивало к ним то, что их обстановка являлась частью когда-то столь мне нравившейся квартиры дяди Сезара. В зале у Дехтеревых стояла та же крытая светло-серым атласом мебель. В Бударе висела на стенах прелестная серия больших рисованных модным художником Беллоли портретов всех членов семьи. В столовой громко тикали большие часы буль с качавшимся маятником в виде Аполлона на своей колеснице. На вычурных венецианских зеркалах Тьеполо сын изобразил ряд похищений и так далее. Впрочем, и общество, собиравшееся у Дехтеревых, было довольно интересное. Оно состояло из разных знаменитостей литераторов, художников и музыкантов. Особенно мне запомнился вечер, который был имидан в честь поэта Полонского и который был украшен превосходной певицей итальянской оперы госпожой Ферни Джермано. Приглашая на этот фестиваль, Владимир Гаврилович обещал особое удовольствие от того, что можно будет слушать прославленную артистку, действительно, лучшую из когда-либо мной слышанных кармен, в трех метрах от фортепиано. Должен однако сознаться, что я лично от такой чрезмерной близости, стоя у самого аккомпаниатора, я поворачивал страницы нот, большого наслаждения не получил. Напротив, было даже довольно неприятно слышать, как певица запасается воздухом, наполняя им свою объемистую грудную клетку. То, что исчезало на сцене, здесь, в трех метрах, производило впечатление кузнечных мехов. В то же время, мне с моего места было хорошо видно, как неразлучные друзья, философов, Нувель и Дягилев умирали от смеха, прячась один за другого. И не то, чтобы они не ценили пение итальянской дивы, напротив, и они были ее поклонниками, но просто таково было ребяческое обыкновение в нашей компании. Надо всем потешаться и непременно заражать друг друга смехом, особенно тогда и там, где это было совсем не к месту. Помнится, как совсем неприлично мы, я и Дима, себя однажды вели на таком гастрольном спектакле Эрнесто Росси. Тут наш безудержный смех дошел до такой степени, что нам пришлось покинуть зал малого театра, так как негодование соседей на нас приняло угрожающий характер. Причиной же нашей потехи было то, что Росси привез с собой набор ужасающих провинциальных лицедеев и карикатурно уродливых старушек-актрис. Одни шамкали роли, другие из кожи лезли выказать свой темперамент. Мак Дуф, тот даже в патетический момент грохнулся со всей силы на пол и завопил истеричным голосом. Увы, и сам Росси, считавшийся величайшим актером своего времени, не показался нам на высоте своей славы. Будучи весьма почтенных лет, он, видимо, щадил свои силы, ступал с осторожностью, да и говорил самые страшные вещи, таким тоном точно это были какие-то обыденности. Возможно, что при этом те или иные фразы были тонко продуманы и оттенены, так, по крайней мере, уверяли знатоки, но для того, чтобы оценить эти тонкости, мое знание итальянского языка было в те дни недостаточным. Вернемся к вечеру в честь Полонского у Дехтерева. Когда Лакей доложил, что господин Полонский приехали, то Дехтерева обуял какой-то восторг, и эта громадная фигура стала метаться из комнаты в комнату, возвещая, что наш маститый поэт прибыл. Затем он кубарем скатился по внутренней лестнице в нижнюю переднюю и вернулся оттуда, бережно ведя и обнимая Якова Петровича, которому это, видимо, только мешало свободно пользоваться костылями. Полонскому было приготовлено золоченое кресло, в первом ряду стульев, и хозяева усадили его с выражением чрезвычайного счастья. После этого начался церемониал представления одно за другим разных лиц. Подвели и меня, однако, услыхав мое имя, он не сразу признал в этом бородатом студенте того шурку, который когда-то прыгал у него на коленях и который требовал, чтобы он рисовал ему солдатиков и лошадок. Это было время около 1874 года, когда Полонский дружил с Альбером и часто бывал у нас в Петергофе. Между прочим, я отлично помню его сидящим в английском парке у каскада под специальным зонтиком и пишущим рядом с моим братом тот же мотив. Не могу расстаться с живописной фигурой Дехтерева, не рассказав еще про один казус, показывающий, какое грандиозное впечатление производила его наружность. Это было в Висбадене в 1894 году, где мы случайно съехались с семьей брата Миши и с Дехтеревым. За Табльдотом в отеле у Ангела нашими соседями были потешный профессор Коллеж де Франц фон Бенлоф и его супруга. Старичок любил занимать публику рассказами про то, чему он был свидетелем за день. И вот однажды он явился к Абенброту в большом возбуждении. Он только что, зайдя в нашу излюбленную кондитерскую, которую он прозвал местом встречи избранных, был потрясен видом какого-то великана-бородача. Бенлоф решил, что это какой-либо валахский князь, а двух же сопровождавших его дам он счел за любимых жен этого господаря. Почему-то профессор причислил валахов к магометанскому вероисповеданию. При этом фрау профессор заметила, что у одной из этих жен в ушах были небывалые величины бриллианты. По проверке оказалось, что то был наш Владимир Гаврилович, а Альмеи мои обе кузины Соня Дехтерева и Оля, жена моего брата. У последней были серьги хорошей воды, однако они показались огромными только в связи с впечатлением, полученным от валахского князя. Глава восьмая Спящая красавица 1890 год Кажется, я уже не раз в этих записках упоминал о том впечатлении, которое на меня произвела спящая красавица Чайковского. Теперь необходимо остановиться на этом моем увлечении, так как с него начался во мне поворот в отношении русской музыки. От моего полного ее неведения и даже какого-то презрения это увлечение меня привело к восторженному поклонению. Премьера Спящей красавицы состоялась в последние дни 1889 года или в самые первые 1890 года. В то время с самых дней Цукки я перестал посещать балет и не был в курсе того, что делалось в этой области. В то же время я продолжал разделять предрассудок общий для нашей семьи, относившийся вообще с пренебрежением к русской музыке. Брату Леонтию, а вслед за ним и мне, казалось, что Чайковскому было не под силу создать что-либо достойное там, где блистали Адан и особенно Делиб. Как мог отважиться русский композитор взяться за сказку Перро? И вот такой предрассудок получил как будто известное подтверждение в том, что спящая красавица была встречена холодом на генеральной репетиции. Леонтий присутствовал на ней, и ему, как и большинству собравшихся, музыка показалась маломелодичной, слишком сложной и сумбурной, а главное нетанцевальной. Ходил даже слух, будто артисты отказывались под нее танцевать, до того она представлялась им непонятной. В спящей была занята вся труппа, и кроме того, две итальянские звезды первой величины, сеньорина Брианца и сеньора Чекетти. Костюмы, сшитые по рисункам самого директора Всеволожского, отличались роскошью, и лучшие наши театральные художники написали эффектные декорации, из которых особенно понравилась движущаяся панорама. Декорации к спектаклю писали Бочаров, Андреев, Шишков, Иванов, Левот. Все это не помогло. Рассказывали даже, что сидевший в первом ряду кресел, а не в своей боковой ложе, государь не удостоил Чайковского ни единым словом, что он повернулся спиной к Всеволожскому и сразу по окончании балета отправился к выходу. Такое неодобрительное отношение царя неминуемо должно было привести Всеволожского к подаче в отставку, а самый балет должен был быть снят с афиши. Обо всем этом было много разговоров, однако все обернулось иначе. Ни на репетиции, ни на премьере я не был. И в первый раз я увидел спящую, вероятно, на втором представлении. Во всяком случае запомнилось, что то был утренник на новогодних каникулах, и это позволило мне с Димой Философовым побывать на этом спектакле. И что же? Я должен сознаться, что это первое впечатление от спящей? Если и не было для меня каким-то откровением, то все же я покинул театр с таким чувством. точно я побывал на очень грандиозном Перу. То, что я увидел и услышал, показалось мне во всяком случае достойным внимания, а относительно некоторых кусков музыки я как бы ощутил рот предвкушения, что, пожалуй, они могут оказаться мне совсем по вкусу. Я просто не решался поверить тому, что тогда уже зародилось в тайниках души. В то же время мне очень захотелось снова и поскорее побывать на спящей и, главное, снова прослушать эту музыку. И вот во второй раз я поверил своему счастью. Возможно, что здесь помогло то, что я сразу обзавелся клавиром нового балета, и мои друзья-пианисты Нувель и Пыпин проигрывали мне все, что меня особенно заинтересовало. Главные темы, главные моменты музыки запомнились и очень многое выяснилось. Тут-то оказалось, что музыка Чайковского не только хороша и мила, а что это то самое, что я всегда как-то ждал. И уже на втором спектакле ни зрелища, ни танцы, ни спектакль, ни исполнители меня пленили, а покорила меня музыка, нечто бесконечно близкое, родное, нечто, что я бы назвал своей музыкой. Словом, я влюбился в музыку Чайковского, а сам Петр Ильич в нашей компании было принято его называть более фамильярно дядя Петя, стал мне самым близким человеком, хоть я и не решился познакомиться с ним лично. Теперь я уже не пропускал ни одного представления спящей и как-то умудрился на Масленной, когда кроме вечерних спектаклей шли и утренники, побывать на этом балете четыре раза на одной неделе. Кроме того, я теперь слушал Чайковского где только можно, и в концертах, и в домашнем исполнении. То же увлечение спящей помогло мне вскоре после того полюбить и всего Евгения Онегина, к которому я до того относился с недоверием. Я знал только отрывки оперы, и мне казалось, что она не так уж далека от Масне и от Амбруаза Тома, а эти композиторы, достоинства коих я не отрицаю, перестали к тому времени быть моими любимцами. В начале восьмидесятых годов, в разгаре моего увлечения итальянской оперы, мне очень нравились король Лагорский Масне и Миньона Тома. За главную роль в этой последней исполняла та же Ферни Джермано. В короле Лагорском особенно нравился вальс, под который отплясывают гурии Брамы. Анализируя теперь тогдашнюю мою одержимость спящей, я усматриваю, что в основе ее менее всего лежали лирико-мелодичные элементы, включая сюда и музыку знаменитой панорамы и лейтмотив феи Сирени. Напротив, я не уставал слушать, да и сейчас не устал бы антракт между картиной охоты и картиной пробуждения, а также всю партию феи Карабос. Это все подлинное Гоффмановщина. Эта музыка вводит в тот фантастический, жутко сладостный мир, который с такой полнотой отразился в рассказах моего любимого писателя. Мир пленительных кошмаров, мир, существующий у нас под боком и все же остающийся недоступным. Эта смесь странной правды и убедительного вымысла всегда особенно меня притягивала и в то же время пугала. Ее я почувствовал еще тогда, когда брат Иша рисовал мне свои странные истории, или когда Альбер импровизировал свои маленькие рассказики, которым музыка придавала полную убедительность. Нельзя сочинить гнусную музыку Карабосихи, не испытав над собой власти какой-то злобной нечисти. Не удалось бы придать этой музыке и какой-то злобной шутливости, что сообщает ей особую инфернальную остроту. Точно так же Чайковский не создал бы гениальной музыки антракта, если бы он не запомнил бы то сладостное томление, которое испытываешь в детстве в полудремотной горячки, когда постепенно погружаешься глубже и глубже в небытие, не переставая улавливать точно из далекой дали доносящиеся отклики окружающей действительности. Сколько и кроме того рассыпано в партитуре спящей разнородных красот, начиная с бодрого марша в прологе и кончая танцами сказок, всего не перечислишь. И как все это сделано, как звучит, какая во всем звуковая цветистость, как все оркестровано. Кроме того, спящей присуща еще одна черта. Ее же я нахожу в пиковой даме и в щелкунчике. Это то, что когда-то было нами окрещено уродливым словом эпошистость. И что, не найдя другого выражения, мы затем называли не менее уродливым словом пассеизм. Петр Ильич несомненно принадлежал к натурам, для которых прошлое минувшее не окончательно и навсегда исчезло, а что продолжает как-то жить, сплетаясь с текущей действительностью. Такая черта представляется ценнейшим даром, чем-то вроде благодати. Этот дар расширяет рамки жизни, и благодаря ему, и самое жало смерти не представляется столь грозным. Мысль о смерти не покидала Чайковского. Он знал толк в этом, вспоминая только четвертую часть шестой симфонии. Смерть, не переставая, стояла за его спиной. Такое близкое соседство и мучило его, отравляло радость бытия, но и в то же время его не покидало совершенно определенное знание, что не все со смертью кончается, что за гробом жизнь продолжается. И вовсе не какая-то отвлеченная идея жизни, нечто бесформенное и бесплотное, а напротив, нечто вполне ощутимое. И это реальное ощущение потустороннего манило его. Его тянуло в это царство теней. Ему чудилось, что там, вдали от насущных забот, как-то даже свободнее и легче дышится. Там возобновится общение с самыми для нас дорогими. Там могут произойти новые встречи несравненной ценности. Мало того, в этом царстве теней продолжают жить не только отдельные личности, но и целые эпохи, самая атмосфера их. И Чайковскому было дано вызывать самую атмосферу прошлого чарами музыки. Удача в воссоздании атмосферы Франции в дни юного короля солнца, в спящей красавице такова, что лишь человек абсолютно глухой к зовам минувшего может оставаться равнодушным. Вся сцена охоты, все игры и танцы придворных в лесу, а также все обороты музыкальных фраз, характеризующие самого принца Дезире, обладают подлинностью, которая вовсе не то же самое, что остроумная подделка под старину или какая-то стилизация. Это же касается в значительной степени и музыки последнего действия спящей красавицы, оканчивающегося апофеозом под меланхолические аккорды песенки «Вив, Хенри, Кватер», якобы послужившие когда-то темой для королевского гимна. Старинная французская песня «Вив, Хенри, Кватер» была использована Чайковским не только в финале третьего акта балета «Спящая красавица», но и в партии «Графини» в четвертой картине оперы «Пиковая дама». Работая над балетом и оперой, композитор обращался к французским песенным сборникам XVIII века для воспроизведения музыкально-бытового колорита эпохи. Смотрите музыкальное наследие Чайковского из истории его произведений «Москва», 1958 год, страница сотая. Удивительной силы достигает Чайковский в торжественном марше в начале акта сбор гостей, прибывших на свадьбу Авроры и Дезире. А в Сарабанде стиль люли углублен до чрезвычайной степени. Я лично сам наделен этим даром проникания в прошлое. По собственному опыту я знаю, до чего это сладостно. Но в отношении Петра Ильича у меня в те дни возникло чувство особой признательности. Благодаря именно ему мой пассеизм особенно обострился. Чайковский как бы открывал передо мной те двери, через которые я проникал все дальше и дальше в прошлое, и это прошлое становилось моментами даже более близкими и понятными, нежели настоящее. Магия звуков рождала убеждение, что я как-то возвращаюсь к себе, что я вспоминаю с особой отчетливостью, что когда-то было со мной, чему я был свидетелем. Но не одним только этим своим колдовством пленила меня музыка спящей красавицы, но и всем тем, в чем Чайковский оставался просто самим собой и давал полную волю своему затейливому и поэтичному воображению. Благодаря этой свободе излияния ему удались такие безусловные шедевры, как помянутые танцы некоторых фей, как прекрасное ПДД Авроры и Дезире в лесу, как марш сказок, как сценки Красной Шапочки и Волка, Мальчика с Пальчика, как большое ПДД Синей Птицы, как Соло Принца Дезире, открывающего финальный пляс. Все это носит отпечаток личного, столь своеобразного вкуса Чайковского и в то же время все сливается в одно целое. До сих пор, слушая музыку спящей, хотя бы на рояле, я испытываю те же чувства, какие я испытывал в дни своей юности, когда эта музыка была только что рождена. При этом я не без меланхолии отдаю себе отчет в том, насколько вся эта прелесть находилась тогда в соответствии с состоянием всей моей тогдашней телесной и духовной природы, и насколько, увы, нынешнее мое состояние восьмидесятилетнего старца представляет собой нечто несравненно менее отрадное. «Ведь я уже сам стою на пороге царства теней». В смысле постановки «Спящая красавица» далеко не во всем находила мое одобрение, хотя, несомненно, это был результат очень больших и хороших координированных художественных усилий. Особенный успех у публики имела декорация, точнее, лента декораций, составлявшая движущуюся панораму. Она была мастерски написана Бочаровым. Однако я находил, что ей недостает фантастики. Это было чем-то, что слишком часто появлялось в те времена на сцене, когда требовалось представить лесные чащи и лунные ночи. Наконец, в декорациях последнего действия и апофеоза профессор Шишков обнаружил, что ему чужд стиль Версаля и его праздников. Напротив, художник Иванов превзошел себя и в смысле изображения создающего впечатление реальности и в смысле мастерства техники в декорации сцены пробуждения. За макет спальни Авроры к спящей красавице Чайковского Иванов 1859-1916 был удостоен в 1892 году большой золотой медали на международной музыкальной и театральной выставке в Вене. В сущности, то были две декорации, из которых первая представляла собой погруженную в ночную мглу опочевальню Авроры. Тусклая луна пробивалась через окно, заросшее паутиной, а в огромном роскошном камине едва тлели уголье. В полумраке трудно было разглядеть архитектурные детали, выдержанные в духе французского ренессанса. И вдруг, как только принц прикладывался к руке спящей принцессы, комната заливалась солнечными лучами, проникавшими в малейшие закоулки. Все статуи в нишах оживали в сложной игре рефлексов, а в камине уже весело пылал огонь. Через год тот же Иванов создал в пиковой даме свой второй шедевр, а именно справедливо прославленную спальню графини, но, к сожалению, то были последние достойные работы русского самородка. В дальнейшем Иванов уже не создавал чего-либо подобного, и объяснялось это тем, что он все более стал предаваться пьянству. Тем же пороком страдал и Бочаров. Многое можно было критиковать и в костюмах, в значительной части сочиненных самим директором Всеволожским. Шокировала некоторая пестрота колеров, сопоставленных человеком, лишенным настоящего чувства красочной гармонии. И все же никак нельзя сказать, что первоначальная постановка спящей была лишена прелести и в этом отношении. Особенно удачной надо признать основную затею Всеволожского, согласно которой тот принц, которому было суждено разрушить столетнее сонное оцепенение, отождествляется с личностью самого юного Луи Каторза, в дни царствования которого и появились сказки, собранные Шарлем Перро. Благодаря перенесению второй половины балета в 1660-е годы, в обстановку более близкую к нам, получалось особенно острое ощущение того, что литургический сон, сковывавший на столетие весь двор Флорестана 24-го, окончился возвращением всех к действительности, удивительно однако изменившейся. Казалось бы, эта поэтическая мысль, лежавшая в основе первоначальной постановки и самого создания балета, должна была бы быть сохранена как неотъемлемая черта спящей красавицы, тем более, что со строумной и поэтичной затеей Всеволожского были заодно и композиторы, и балетмейстер. Однако при следующем же возобновлении балета на той же сцене Мариинского театра всего через двадцать лет в дни управления Теликовского художник Коровин пренебрег этим принципом. Интересно, что работая в 1913-14 годах над декорациями к спящей красавице, Коровин был озабочен как раз сохранением того же контраста эпох. Прошу вас, писал он в письме к Менсеру, несмотря на корректное исполнение рисунков и верность в них эпохи, все же обратить внимание Сальникова на то, чтобы при раскраске узоров, а портным при вышивке руководствовались бы по указанию Чичагова временем, взятым мною, именно до акта охоты Людовик XIII, Франция, после охоты Людовик XIV, так что разница сто лет, цитируется по книге Коган Константин Коровин Москва 1964 страница 317 Если этого эффекта и не возникло в постановке 1914 года, то очевидно из-за того, что в самом театральном искусстве Коровина преобладало стремление не к стилистически четкому воспроизведению той или иной эпохи, как у художников мира искусства, а скорее к единству эмоционально-красочного впечатления. Да и Бакст, создавший блестящую постановку спящей для Дягилева в Лондоне в 1922 году, недостаточно последовательно отнесся именно к этой пленительной задаче. Балет был частично переоркестрован Стравинским, хореография Петипа возобновлена Сергеевым с добавлением номеров в постановке Нежинской. Спектакль был показан в Лондонском театре Альгамбра в ноябре 1921 года. Вполне на высоте оказался вспящий престарелый балетмейстер Мариус Петипа. Мало того, именно эта его постановка является прекрасным увенчанием всего его творчества. И надо надеяться, что сочиненные им сцены и танцы не будут забыты, а напротив будут продолжать служить примером и образцами для всех постановщиков, коим выдастся честь воссоздания на основе музыки Чайковского хореографии этого балета. Развитие балета в 20 веке оправдало надежды Александра Николаевича Бенуа по отношению не только к спящей красавице, но и к другим постановкам Петипа. Балета Петипа «Спящая красавица» Раймонда «Лебединое озеро» в соавторстве с Львом Ивановым, Боядерко, Дон Кихот в хореографической версии Горского, танцевальные фрагменты из Пахиты, Корсара, Эсмеральды и других балетов украшают репертуар многих современных театров, свидетельствует Слонимский Мариус Петипа материалы воспоминаний статьи Ленинград 1971 год страница 7 В советском балетном театре получила развитие форма многоактного большого балета Петипа Что же касается его достижений в сфере собственно танца то отношение к ним в разное время было различным Большие классические ансамбли обобщенно выражающие эмоцию в 30-е и 50-е годы в пору преобладания драматических балетов были отвергнуты но возродились в советском театре 60-х 70-х годов богатство и разнообразие прессовых и драматических моментов здесь таково что одно перечисление и характеристика их заняли бы слишком много места все же я не могу не выделить по крайней мере те номера которые меня особенно пленили к ним принадлежат вся сцена карабос в прологе с гротескным плясом сопровождающих ведьму-уродов знаменитый вальс в садах короля флорестана сложный танец авроры с женихом все танцы придворных в лесу и особенно второй сложный танец там же и наконец процессия сказок танцы кошек синие птицы мальчик с пальчик опять-таки очаровали меня танцы спящей не только остроумием и изяществом но и своей выдержанной стильностью там где в задачу Петипа входило воссоздание давно минувшей эпохи несомненно Петипа сильно помогло его французское происхождение и та школа которую он сам прошел в дни когда французский балет мог еще с полным правом гордиться своими традициями восходящими к 17 веку тот же французский стиль лежал в основе и всей нашей балетной академии более развернуто и точно Александр Николаевич Бенуа говорит о соотношении французского и русского начал в создании русской балетной школы в заключительной главе воспоминаний о балете Благодаря балетмейстерам французам Дидло Перро Сен-Леону и Петипа а также по-французски воспитанному Иогансону этот стиль поддерживался в танцевальном училище в течение целой сотни лет и вплоть до нашего времени и вот кульминационной своей точки этот стиль достиг в постановке «Спящий красавица» удачу которой поэтому нельзя пожалуй считать какой-то личной заслугой одного Петипа ибо она явилась итогом всевозможных творческих исканий направленных к одному идеалу Подробно я не стану говорить об исполнителях Дело в том что как не изящен в своей царственной роли принца был Герт как не блестяще исполняла свою роль совершенно юная и очень миловидная Брианца как не уморителен был Стуколкин в роли гофмаршала Каталабютта как не кошмарен Чекетти в роли Карабос и он же обворожителен в танце голубой птицы как не хороши были десятки других танцоров и танцовщиц изображавших фей крестьян гениев царедворцев охотников персонажей сказок и так далее однако все личное их мастерство и прелесть каждого из них сливались в красоте ансамбля вот когда мне действительно выпало счастье видеть подлинное совокупное произведение искусств искусства будущего 1850 и опера и драма 1851 годы по мысли Вагнера в совокупном или целостном произведении искусства сольются усилия всех искусств поэзии музыки танца архитектуры живописи сделав его доступным для всех этим произведением будет драма которая может достичь своего предельного развития в том случае если каждый вид искусства будет присутствовать в ней в своем предельном развитии произведение искусства будущего в книге Вагнер Рихард избранные работы Москва 1978 год страница 230 идеи Вагнера оказали огромное воздействие на интеллигенцию рубежа столетий в частности на многих русских художественных деятелей смотрите например Римский Корсков Вагнер совокупное произведение двух искусств или музыкальная драма полное собрание сочинений том 2 Москва 1963 Идеал объединения искусств в пределах доступного для всех общенародного художественного действия разрабатывался и теоретиками и практиками искусства Ивановым Скрябином широко отразившись и на взглядах Бенуана природу театра в том числе на его представлениях о балетном спектакле как единстве танца музыки и живописи При этом особенно досадуешь на эфемерную природу всего театрального искусства не допускающую вечного существования Каким-то чудом столько первоклассных художников оказались собранными для создания подлинного шедевра ценного во всех своих деталях и однако увы эти люди покинули один за другим жизнь декорации выленили костюмы обветшали и шедевр рассыпался исчез через какие-то 10-15 лет и никакие реконструкции помочь не могут все условия все приемы техники меняются забываются даже при самом казалось бы пиететном соблюдении традиций мне лично остается утешаться тем что я все же видел этот шедевр во всей его свежести и яркости что я мог тогда насладиться им вдоволь восхищение спящей красавицей вернуло меня вообще к балету к которому я было охладел и этим загоревшимся увлечением я заразил всех моих друзей постепенно ставших настоящими балетоманами тем тем самым создалось одно из главных условий того что через несколько лет подвинуло нас самих на деятельность в той же области а эта деятельность доставила нам мировой успех едва ли я ошибусь если скажу что не будь тогда моего бешеного увлечения спящей а до того моего увлечения копелией жезелью дочерью фараона с цукки если бы я не заразил своим энтузиазмом друзей то и не было бы русского балета и всей порожденной их успехом балетомании хорошо ли это или дурно другой вопрос разрешаемый для каждого согласно с его вкусом Бенуа говорит о русских балетных спектаклях на сценах Западной Европы и Америки в 20 веке начатых в 1909 году гастролями Дягилевской антрепризы в Париже этим гастролям посвящены специальные воспоминания о балете Бенуа публикуемые во втором томе настоящего издания Впрочем я должен здесь высказать глубокое сожаление что во многих случаях эта мания приняла вовсе когда-то непредвиденные и нежеланные формы и еще я должен пожалеть что как раз мой близкий друг и в значительной степени мой ученик оказался инициатором тех с моей точки зрения ересей которые превратили балет в модное кривляние и в какое-то состязание по части самого недостойного эпатирования куда девались те идеалы с которыми мы предстали в 1909 году на суд усталый блазированный уже созревший для снобизма парижской публики Александр Николаевич Бенуа имеет в виду Дягилева и тенденции его балетных постановок в 20-е годы подробнее смотрите второй том глава 9 Левушка Бакст поднявшись как-то раз в ателье к Альберу это было в марте 1890 года я встретил там одного незнакомого мне молодого человека за эти годы а именно в 1886 году Альбер успел перебраться из третьего этажа нашего дома в четвертый благо оттуда выехала женская гимназия Генда и построил себе еще специальную мастерскую над крышей это ателье было довольно обширно и состояло из двух половин соединенных аркой кроме того к нему примыкала еще комната откуда был выход на черную лестницу другой передний ход вел в мастерскую прямо из передней по узкой лестнице с перилами кованого железа главным украшением мастерской была большая венецианская перспективная картина восемнадцатого века изображавшая улицу уставленную роскошными дворцами и оживленную персонажами кавалерами в цветных кафтанах и дамами в широчайших рубронах кроме того на стенах висели произведения самого Альбера и его друзей среди которых было пять акварельных портретов один работы Александровского изображал нашего отца с орденской лентой через плечо а остальные детей Альбера работы художников Соколова того же Александровского и Морозова первые два года жена Альбера Мария Карловна продолжала жить в одной квартире с мужем но осенью 1889 года ввиду готовившегося развода покинула ее Альбер прожил в этой новой квартире до самого момента когда он летом 1924 года навсегда покинул родину этот молодой человек попал к Альберу в качестве друга детства Марии Шпак на которой мой брат собирался жениться но которая из-за своего слабого здоровья проводила зиму в Крыму Альбер отрекомендовал мне своего нового знакомца как талантливого художника но я на эту рекомендацию не обратил серьезного внимания так как Альбер иначе вообще никого из художников не величал наружность господина Розенберга не была в каком-либо отношении примечательна довольно правильным чертам лица вредили подслеповатые глаза щелочки ярко-рыжие волосы и жиденькие усики над извилистыми губами вместе с тем застенчивая и точно заискивающая манера держаться производила если не отталкивающие то все же не особенно приятные впечатления господин раз я находился под каким-либо особенно возбуждающим впечатлением я находился в состоянии своего рода транса я кривлялся дурачился произносил крикливым голосом озадачивающие речи карикатурно имитировал пафос немецких актеров возможно что господин Розенберг счел меня прямо за полуумного вообще в эту менингенскую эпоху я охотно корчил из себя лицедея одним из моих номеров было разыгрывание сцены отчаяния и самоубийства Франца Моора из последнего акта шиллеровских разбойников бешеная игра Карла Вейдзера произвела на меня еще при первом гастролировании менингенцев в 1885 году особенно сильное впечатление и вот именно эту игру состоявшую из одного метания шипения скрежета зубов и диких выкриков я передавал возможно что и не без удачи во всяком случае каждое такое мое выступление на семейных сборищах или же на художественных журфиксах у Альбера вызывало шумный успех а Илья Ефим Черепин так тот даже пожимал мои руки рассыпался в комплиментах на них он вообще не скупился и прочил мне самую блестящую будущность на поприще трагического актера этот номер подносился гостям экспромтом по их настойчивым просьбам и когда это бывало у Альбера то гости рассаживались вдоль стен мне же предоставлялась вся середина довольно обширной гостиной с непременным свободным доступом к окну ибо кончалась сцена на том что я срывал шнур подхватывающий занавеску и им душил себя до этой же эпохи тогда когда у меня еще не росла борода начавшая пробиваться на исходе пятнадцати лет подобным же номером на семейных вечеринках было изображение мной самой Вирджинии Цукки в разных ролях и танцах причем моим партнером бывал Володя Кинт кажется я уже рассказывал о том как Володя еще совсем юным мальчиком сам на таких же вечеринках выступал в виде балерины технические его танцы оставляли далеко позади мои Володя в настоящем газовом тю-тю и в трикот телесного цвета удивительно мило выглядел и должен был выслушивать иногда и очень пламенные признания со стороны господ принимавших его за девочку обменявшись однако несколькими фразами в более спокойном тоне я удостоверился что он очень интересуется искусством и сразу тогда решил что не мешает свести с ним более тесное знакомство в те годы я буквально охотился за новыми членами нашего кружка и при каждой новой встрече задавал себе вопрос не может ли данное лицо стать нашим союзником не поддастся ли оно просвещению в нашем духе относительно розенберга мне сразу показалось что хоть я еще не знаю какой он художник хоть с виду он и очень скромный вовсе не блестящий малый все же он нам подходит не откладывая я и пригласил его к себе на ближайшее собрание друзей а Валечку и Диму предупредил что придет некий молоденький он был старше меня на три года художник еврейчик что стоит им заняться и потому я их прошу не слишком его смущать чтобы сразу не спугнуть последняя просьба была не лишняя оба моих друга отличались несравненно меньшей терпимостью нежели я а к тому же в своей компании они охотно распускались и тогда невоздержанность их языка могла быть иногда и оскорбительной особенно Дима отличался этим дефектом он с какой-то непонятной жестокостью озадачивал новичков колкими замечаниями и коварными вопросами вообще Дима априори презирал всякого нового знакомого в нем возникал вопрос достойно ли данное лицо знаться с ним с таким феноменом ума остроумия и образованности каким он себя не без некоторого основания считал но все обошлось благополучно введение в наш кружок левушки и розенберга произошло без какого либо трения и к концу первого же вечера он так освоился что стал свободно высказывать свои мнения и попробовал даже поспорить с одним и с другим помнится что какой-то художественный спор возник между ним и скалоном и я с удовольствием убедился в том что в лице левушки розенберга мы идеалисты получили подкрепление ясно было что и ему притят теории материалистического и утилитарного уклона и что он художник в душе кроме того меня тронуло с какой жадностью розенберг разглядывал иллюстрации в журналах и в книгах причем некоторые его замечания свидетельствовали об его вообще вдумчивом отношении к искусству правда тут же обнаружилось что его художественное образование оставляло желать лучшего он например не был знаком с целым рядом наших тогдашних кумиров с Беклином и Менцелем во главе а об английских прерафаэлитах имел самые смутные чисто литературные представления что же касается досовременной французской живописи он абсолютно отрицал значение импрессионистов о которых впрочем имел одно только теоретическое представление по роману творчество Золя напротив Левушка придавал преувеличенное значение разным модным художникам как русским так и иностранным Маковскому Семирадскому Фортуни Мейсонье Жерому Фламенгу Маккарту и даже Зихелю для нас же все эти мастера были пройденными вехами к дружескому отношению к Левушке Розенбергу у нас примешивалась и доля жалости Он поведал мне и Валечке как трудно ему живется Оставшись без средств после внезапной кончины отца человека зажиточного биржевого деятеля успевшего дать детям приличное начальное воспитание Левушка должен был сам изыскивать средства чтобы не только зарабатывать себе на жизнь но и содержать мать бабушку двух сестер и еще совсем юного брата кроме того он не желал бросать академию художеств в которой состоял вольно приходящим учеником эти занятия в академии брали у него немало времени а на покупку необходимых художественных материалов не хватало и вовсе средств значительную поддержку Розенберг находил в лице старинного знакомого нашей семьи Канаева и его подруги жизни Александры Алексеевны которые по доброте душевной взяли на себя и воспитание Марии Викторовны Шпак оставшиеся после кончины своих родителей круглой сиротой теперь Мария Викторовна была невестой Альбера в доме Канаевых Левушка был принят как сын он там бывал почти ежедневно и Канаевы изо всех сил старались достать ему художественные заказы и уроки так через Канаевых он познакомился с каким-то издателем популярных книжек вернее брошюр для которых он сделал несколько рисунков пером мне запомнились два таких рисуночка один изображал отца Иоанна Кронштадтского пользовавшегося славой праведника и чудотворца другой довольно ловко скомпонованную сцену Иоанну д'Арк на костре эти воспроизведенные цинкографии рисуночки были однако подписаны не Эл Розенберг а Эл Бакст чему Левушка давал довольно путанное объяснение будто он избрал такой псевдоним в память уже почившего своего родственника не то дяди не то деда Я и сейчас не обладаю достоверным объяснением имени Бакст который Левушка со дня на день предпочел фамилии Розенберг последнее значилось у него в официальных бумагах едва ли в данном случае действовала встречавшаяся иногда в еврейском быту адаптация дедом внука что делалось главным образом для того чтобы внуку избежать военной повинности путал Левушка что-то и про свое отчество так вдруг он попросил адресовать письма к нему не на имя Льва Самойловича а Льва Семеновича а затем через несколько месяцев он снова вернулся к Самойловичу вероятно найдя это имя более благозвучным Левушка Бакст был первый еврей с которым я близко сошелся и некоторое время он считался единственным евреем в нашем кружке так как Нурок примкнувший к нам в конце 1892 года решительно отрицал свое иудейское происхождение всячески стараясь выдавать себя за англичанина благо его отец был автором известного учебника английского языка Нурок впрочем был крещеный еврей тогда как Розенберг Бакст остался до самой своей женитьбы на православной верен религии отцов отзываясь о ней с глубоким пиететом и даже с оттенком какого-то патриотизма послушать его так самые видные деятели науки искусства и политики в прошлом были все евреями он не только вполне по праву гордился спинозой дизраэли гейны мендельсоном мейербером но заверял что все художники философы государственные деятели были евреями раз они носили библейские имена якова исаака соломона самуила иосифа и так далее однако почему-то он не включал в эту категорию и всех Иванов которые однако тоже носили библейское имя Иоанна на этом основании Левушка в евреев произвел и всех трех рейсдалей и исаака ванустаде и так далее да и в принадлежности к еврейству Рембрандта он не сомневался на том основании что великий мастер жил в еврейском квартале Амстердама и что среди позировавших ему людей было много иудеев одного из таких раввинов Рембрандта Левушка в те времена как раз копировал в Эрмитаже и не уставал любоваться не только красотой живописи но и величественностью осанки этого старца речь идет о портрете старика в красном Рембрандта государственный Эрмитаж принадлежь к еврейству создавала Левушке в нашем кругу несколько обособленное положение что-то пикантное и милое мы находили в его говоре в его произношении русского языка он как-то шепелявил и делал своеобразные ударения нечто типично еврейское звучало в протяжности его интонации и в особой певучести вопросов это был в сущности тот же русский язык на котором мы говорили пожалуй даже то был более грамматически правильный язык нежели наш и все же в нем одном сказывалась иноплеменность экзотика и принадлежность к востоку что же касается дооборотов мысли то кое-что в этом нам нравилось а другое раздражало смешило или злило особенно раздражало склонность Левушки к какому-то увиливанию что-то скользкое зыбкое уличив его несколько раз в очень уж явной лыжи мы стали эту черту в нем преследовать насмешками сначала он всячески оправдывался и отнекивался но когда его припирали к стене то с обезоруживающим благодушием он сознавался а то и каялся вообще он допускал чтобы приятели позволяли с ним всякие вольности и уже благодаря этому между нами и им интимно-дружеские отношения установились очень скоро не прошло и трех месяцев с начала нашего знакомства как уже все были с Левушкой на ты и он был признан равноправным членом нашей компании а осенью того же 1890 года он даже удостоился занять должность спикера в нашем пиквикианском обществе самообразования должность дававшую ему между прочим право трезвонить в специальный колокольчик общество самообразования так именовали друзья и единомышленники Александра Николаевича Бенуа свой ранний кружок послуживший зародышем будущего сообщества мира искусств о собраниях этого кружка докладах и тому подобном Бенуа подробно рассказывает не только в воспоминаниях но и в книге возникновения мира искусства Ленинград 1928 год однажды для выдворения тишины и порядка он дозвонился до того что бронза колокольчика дала трещину в чем кстати сказать можно найти косвенные указания на то до какой напряженности и ярости доходили наши прения в ту же осень Левушка затащил меня как-то к Канаевам и я вскоре повадился бывать у них столь же часто как и он тянуло нас к себе однако не столько общество самих хозяев сколько то что там за поздним чайным столом мы находили всегда одну и ту же очень приятную компанию кроме того для нас приманкой была масса книг с превосходными фотографическими воспроизведениями издания 70-х и 80-х годов посвященных в значительной степени парижскому салону и вообще современной французской школе живописи эти книги принадлежали Никонаевам а Адаме снимавшей у них две комнаты то была небогатая не очень казистая с виду но в высшей степени милая вдовица Мария Николаевна Тимофеева ей эти книжные сокровища достались по наследству от мужа который в течение многих лет служил главным приказчиком в большом книжном магазине Мелье впоследствии Цинзерлинга в доме голландской церкви на Невском да не подумают что сама госпожа Тимофеева пленила нас красотой а изучение ее книг служило только предлогом чтобы быть в ее обществе правда она была женщиной не старой и при этом на редкость приятной и уютной однако ни она не претендовала на обладание какими-либо женскими чарами ни мы таковых в ней не примечали все же ее присутствие ее тихий скромный нрав создавали особую атмосферу теплоты и к тому же приятно было изредка поделиться с ней художественными мнениями так как Мария Николаевна была и очень культурной особой совершенно в другом смысле нас притягивал к чайному столу Канаевых другой ежевечерний гость режиссер русской оперы Геннадий Петрович Кондратьев его по-видимому влекла не одна потребность уюта а то чувство которое он питал к хозяйке дома хозяина по правде говоря мы с Бакстом не особенно долюбливали уж очень нудно было слушать его то плаксивую то хвостливую болтовню неприятно было глядеть на его зоб и на его жидкую нечесанную бороденку но если и существовали какие-то сделки внутри этой супружеской пары то видимость взаимных отношений между тетей Шурой и Геннадием оставалась вполне благопристойной разве только иной раз уловишь как Геннадий схватит на ходу ее руку и прильнет к ней жадными беззвучными поцелуями впрочем Кондратьев славился вообще своим страстным и сладострастным нравом несмотря на свою длинную седую бороду придававшую ему сходство с персонажами на древнеперсидских барельефах между собой мы его называли комбизом он был необычайно предприимчив с подвластными ему как всемогущему режиссеру императорской оперы хористками ходили упорные слухи что Геннадий никому из них проходу не дает и что даже установлен порядок вроде того что существовал у средневековых баронов в отношении своих вассалов чаепитие у Канаевых к которому собирались эти завсегдаты и мы оба среди них начинались очень поздно часов около одиннадцати и затягивались до трех четырех часов утра и так изо дня в день круглый год или по крайней мере в течение всего зимнего сезона возможно что столь поздний час был учрежден как раз для Кондратьева который только и мог выбраться из театра по окончании спектакля причем ему надлежало протащиться на извозчике около трех верст но заведенный для оперных вечеров порядок действовал и для всех других вечеров недели для тех в которые в Мариинском театре шли балеты и на которых присутствие Геннадия не требовалось во всяком случае все к этому порядку привыкли никто не протестовал и даже находили что-то особенно приятное в таких ночных собеседованиях ночной образ жизни был вообще в большом обыкновении у петербуржцев редко кто из интеллигенции не говоря уже о Монде ложился раньше трех часов ночи зато редкий человек тех же кругов поднимался раньше одиннадцати утра скверная то была привычка ею я заразился еще тогда когда четырнадцати пятнадцатилетним мальчишкой проводил вечера наверху в обществе моей обворожительной Бельсуар и ее друзей это шло вразрез с обыкновением моих родителей у которых существовало правило удаляться на покой в одиннадцать и вставать в восемь среди разных моих воспоминаний заседания у Канаевых принадлежат к самым приятным в них было нечто совершенно особенное чего я с тех пор нигде не находил и что в то же время было характерно для всего нашего российского быта в довольно просторной столовой в три окна обставленной лишь самыми необходимыми вещами за длинным столом покрытым далеко не свежей скатертью заседала довольно пестрая компания председательствовала у большущего самовара Александра Алексеевна Алексеева тетя Шура рядом с ней но уже на длинной стороне стола не сидел а восседал живописнейший персонаж горбоносый длиннобородый маг Кондратьев слева от него устраивалась маленькая сутуловатенькая конфузливая и смешливая Тимофеева не перестававшая что-либо шить штопать и вязать для своих девочек угол стола рядом с ней занимали мы с целым ворохом добытых из шкафа Марии Николаевны роскошных изданий по другую сторону стола на свое традиционное кресло кряхтян опускался дядя Саша а между ним и тетей Шуры места предназначались для каких-либо случайных гостей все это освещала висячая керосиновая лампа разглядывая картинки и шепотом обмениваясь замечаниями мы все же с жадностью прислушивались к тому что рассказывал Кондратьев о манившем нас театральном мире эти свои рассказы о том что происходило не только на сцене но и за сценой или что ему вспоминалось из его богатого приключениями прошлого Геннадий пересыпал анекдотами которых у него был неисчерпаемый запас и которые он с мастерством умел подносить хозяин дома выходил из своего кабинета около полуночи и на время нарушал общее блаженное настроение борясь с одышкой Канаев бывало понесет что-либо ужасно нудное и никому неинтересное или станет с раздражением спорить плаксивом голос будучи профессиональным педагогом он усвоил себе привычку во все вкладывать нечто поучительное и назидательное и это нас раздражало Канаевым принадлежал находившийся в нижнем этаже того же дома родственников Канаевых Лихачевых на углу Графского и Троицкой магазин носивший характерное название мастерская учебных пособий и игр это было нечто единственное в Петербурге основан был магазин в 70-х годах в самый расцвет фребелевских увлечений обязательно сплетавшихся со всякими другими прогрессивными идеями и затеями дядя Саша и тетя Шура будучи оба профессиональными педагогами держали себя в своей лавке вовсе не как торговцы желающие угодить покупателю а как авторитетные советники это не мешало тому что все товары будь то игрушки для младшего возраста или умные игры для подрастающих или просто тетради учебники грифельные доски все это было расценено чуть ли не вдвое по сравнению с другими торговыми предприятиями иные называли Канаевский магазин просто грабиловкой что же касается меня то я этот магазин в детстве ненавидел и тоже чувство у меня тогда распространилось и на его хозяина который был одно время гувернером моего кузена Жени Ковоса и которого я тогда довольно часто видел ненавидел я мастерскую УПИИ уже заодно название мне казалось что такие скучные вещи как учебные пособия никак нельзя сочетать с такими самыми прелестными вещами как игрушки выше я уже рассказал до чего я бывал огорчен когда на роскошных елках у дяди Сезара я получал из рук его дочери Сонечки именно коробку с чем-либо очень назидательным и просветительным что всегда оказывалось купленным именно в этом магазине Канаева то было или какое-либо историческое лото или коробка со всеми материалами нужными чтобы делать какие-то плитушки в позднейшие времена я лучше оценил магазин Канаевых впрочем одно только отделение его а именно то которым заведовал почтенный Ержемский великий специалист по фотографии и особенно по изготовлению диапозитивов научного характера с ним мы еще встретимся в дальнейшем так как он делал для меня и для Дягилева фотографические снимки для наших изданий еще более это раздражало тетю Шуру которая вдруг не выдержит и резко оборвет супруга они не были повенчаны мешала какая-то история с затянувшимся разводом после чего обиженный дядя Саша сопя и охая поднимался и демонстративно удалялся к себе и тогда симфония чаепития снова возвращалась к мажорному ладу Геннадий Петрович не только представлял собой нечто очень выдающееся среди данного собрания но он был вообще одной из самых живописных фигур тогдашнего артистического мира Петербурга у меня с Левушкой развелось к нему своего рода поклонение но действовала не одна эстетическая оценка но и известная корысть ведь от Кондратьева зависело нас пускать на сцену что в императорских театрах было строжайше запрещено для посторонних а закулисный мир как я уже не раз упоминал меня манил неудержимой силой манил он и Бакста и вот однажды сам Геннадий раздобрившись пригласил нас зайти посидеть поболтать в его режиссерскую комнату когда же мы в ней оказались то уж было совершенно просто пройти из нее тут же на сцену после нескольких таких посещений мы стали в кулисах Мариинского театра своими людьми перезнакомились со всеми артистами обменивались приветствиями с машинистами со светителями с бутафором и даже с пожарными правда мое первое знакомство с закулисным миром произошло еще тогда когда благодаря Левоту я мог делать свои наблюдения с высоты колосников и лишь два раза Левот брал меня с собой вниз но это делалось на самые короткие моменты Левот боялся как бы ему не влетело от начальства Кондратьев же был сам начальством и раз он нас допускал то кто же мог бы этому препятствовать на чем в сущности основана эта притягательная сила кулис отчего так манит людей непричастных к театру проникнуть в это запретное царство несомненно действует уже то что попадая за кулисы ощущаешь какую-то редкую и лесную привилегированность однако во мне и в Бахсте говорила не только это но несомненно и своего рода призвание то что мы оба чувствовали себя рожденными для театра на то какую роль для меня играл театр с самого детства я не раз здесь указывал но вероятно театр играл немалую роль и в прошлом Левушки бывшего на три года старше меня если в своих воспоминаниях появившихся в каком-то парижском журнале в 1920-х годах Багст многое и приврал вроде того что его малюткой нянчила на руках сама Аделина Патти то все же несомненно что он довольно рано заделался театралом но увлекался он тогда исключительно оперой и драмой тогда как в балете Багст игравший впоследствии такую первопланную роль в русских балетах и придавший ему столько красоты и блеска не бывал вовсе и даже относился к этому роду театральных зрелищ с предубеждением как это и полагалось в юношах того поколения которое росло в эпоху социально-утилитарного уклона Левушка даже недоумевал почему часть его новых друзей допускает самое существование такого нелепого легкомысленного и даже предосудительного зрелища то ли дело серьезная опера или драма потребовалось лет пять чтобы под нашим влиянием радикально изменилась такая его точка зрения совпал этот поворот с бурным пробуждением чувственности когда наш целомудренный стыдливый как девственница Левушка красневший от малейшей сальности побывал в Париже это произошло в 1892 году то была первая и очень краткая экскурсия длившаяся не больше двух недель и там благодаря профессиональным гетерам он впервые познал прелесть бесстыжей афродиты он как-то среди дня забрел на Монмартре в какой-то подвальный кабачок и там прелестные особы облаченные в адвокатские талары на голое тело напоили его шампанским и выманив у него несколько франков почли своим долгом его просветить рассказывал он про этот случай со смехом но первое время и не без печали скорбя о потере своей невинности до сих пор однако я ничего не сказал о своем новом друге как о художнике рекомендации Альбера что де Розенберг очень талантлив я повторяю не придавал большого значения но не произвела выгодного впечатления и та картинка Левушки который он меня подвел на выставке работ академических учеников и на которой в духе Владимира Маковского был изображен пьяный факельщик плетущийся после похорон по осенней слякоти на академической выставке 1890 года была показана работа Бакста философ которую предположительно отождествляют с описанной Александром Николаевичем Бенуа и изображающей пьяного факельщика находятся в собрании Рамма в Ленинграде смотрите Паружан Лев Самойлович Бакст Ленинград 1975 год страницы 13 и 210 правда картинка была довольно ловко написана но уж очень меня огорчило безвкусие в выборе сюжета не больше доверия я почувствовал и к другой картине того же времени которую я тогда не видал но которую Левушка мне описал во всех подробностях то была вариация на тему неравный брак изображала картины сидящих на садовой скамейке где-то на островах двух супругов муж совсем уже старик жена в полном расцвете молодости и красоты с выражением уныния на лице поодаль элегантная коляска запряженная парой лошадей ждала момента чтоб доставить господ в их печальный дом местонахождение этой картины неизвестно в момент же нашего знакомства Левушка трудился над большой картиной которую я тоже не пощадил своей критикой изображена была молодая дама с лицом тети Шуры среди сумрачного пейзажа сразу становилось ясным что она убита горем отдаленно она напоминала неутешное горе Крамского и что она готова на самый отчаянный поступок на какой именно указывали рельсы железнодорожного пути и дымок приближающегося поезда а лежавшая у ног несчастной разорванное письмо намекала на то что привело ее к решению покончить с собой картина имела уже законченный вид и несомненно Левушке пришлось пережить немало терзаний прежде чем внять моим убеждением бросить ее и не посылать на академическую выставку к которой он ее готовил вообще и я и друзья первое время скорее ценили в Левушке приятного очень начитанного собеседника нежели художника а о том чтоб он мог сделаться когда-нибудь знаменитым нам никак не могло бы прийти в голову однако уже в первые лета моего знакомства с ним я имел случай наглядно убедиться в его необычайной талантливости мы оба и он и я гостили в течение нескольких дней у брата Альбера в Воронинбаумской колонии целые дни мы гуляли играли в крокет и вообще тунеядничали но погода испортилась зарядил дождь и пришлось сидеть дома заняться чем-либо тут Левушке и вздумалось попробовать свои силы в акварели в окружении Альбера такого виртуоза живописи водяными красками глядя на то как легко и просто все у него выходит все заражались желанием делать то же и так же для первого опыта Левушка попробовал написать с натуры розу стоявшую в стакане воды на балконе то что у него стало сначала получаться имело беспомощный вид и я уже про себя решил что ему никогда не справиться с такой задачей но Левушка не бросил начатой работы и до тех пор корпел над ней бесстрашно по нескольку раз смывая написанное и снова накладывая легкими мазками краски что наконец он и одолел трудности и то что у него тогда получилось было не только похоже на натуру но и представляло собой известную техническую прелесть в то же время это было и нечто вполне отличное от приема альбера нечто более сложное более осознанное я был в восторге и пожалуй именно тогда во мне проснулась какая-то вера в бакста самый же этот случай остался для меня поучительным чем-то таким что противоречило той заразительной легкости которой я привык любоваться в работах моего брата и его приятелей постепенно акварель становится излюбленной техникой бакста однако он для нее не бросает и масляной живописи так оставив свою самоубийцу он принялся за новую картину довольно крупного размера с темой еще более в его глазах серьезной и значительной местонахождение этой картины неизвестно писал же он ее в той же мастерской предоставленной ему в здании академии художеств предоставление на время пустовавших мастерских академии не было чем-то исключительным я помню как много лет до того еще в раннем детстве я побывал с папой в такой же мастерской которая была одолжена Евгению Лансере лепившему в ней конные статуи сокольничьих которые вылитые из бронзы украсили затем какой-то сад в Ментоне это был чей-то дар городу однако все же для получения такой мастерской лицу постороннему не служащему в академии и не имеющему академического звания требовалось известных протекции и заступничеств очевидно какие-то связи у Левушки уже были однако кто был этим покровителем я не смог выяснить впрочем при всей своей мягкости и кажущейся бестолковости Левушка обладал одной драгоценной чертой свойственной вообще его племени он мог выказать необычайное упорство в достижении раз намеченной цели когда нужно он становился неутомимым в своих хлопотах прятал самолюбие в карман и забывал о тех вспышках возмущенной гордыни которая была ему вообще свойственна задумал Левушка создать нечто по его мнению очень сенсационное в духе реалистических картин из жизни Христа Джеймса Тиссо и Николая Николаевича Ге в то же время он продолжал идти по тому же пути который был ему намечен его учителем почтенным художником Аскнази мечтавшим о возрождении высокого рода живописи и о прославлении через него еврейства затеял Бакст выразить в лицах взаимоотношения Иисуса и Иуды Искариота последним его представлением создавшимся вероятно под влиянием каких-либо еврейских толкований Евангелия превратился из корыстного предателя в принципиального благородного противника Левушка был уверен что Иуда был не столько учеником Христа сколько его другом и даже ближайшим другом под влиянием которого Иисус даже находился одно время и который видел в Иисусе некое орудие для своих религиозно-национальных замыслов Бакст достаточно близко примыкал в таком понимании взаимоотношений Христа и Иуды к некоторым традициям русской критики аналогичную точку зрения высказал например еще в 1863 году в журнале Современник Салтыков Щедрин по поводу картины Г. Тайные вечери 1863 год по его словам Иуда видел Иудею порабощенный и вместе с большинством своих соотечественников жаждал только одного свергнуть чужеземное иго и возвратить отечеству его политическую независимость и славу Салтыков Щедрин о литературе и искусстве Москва 1953 год страница 543 С рецензией писателя согласился и Ге назвав ее дорогой для себя Ге Встречи Северный Вестник 1894 год номер 3 отдел 1 страница 235 Лишенный личного обаяния дара слова и заразительной воли Иуда надеялся что с помощью пророка назарейца ему удастся провести в жизнь свои идеи Одну такую беседу Христа с Иудой картина и должна была изображать И до чего же мой друг огорчился когда я стал его убеждать чтобы он бросил и эту свою на мой взгляд не художественную затею Главный мой довод заключался в том что подобные темы вообще не подлежат изображению Даже в случае полной удачи такая картина требовала бы пространных комментариев без которых эти две полуфигуры натуральной величины в античных одеяниях выделявшиеся на фоне восходящей луны одна с лицом поднятым к небу другая понура глядящая себе под ноги остались бы непонятными Левушка же убежденный что он поразит мир своим произведением пытался отстаивать свою идею и несколько еще времени продолжал работать над своей картиной а там он и сам в ней разочаровался и через год он уже говорил о ней с иронией как раз в этом же 1892 году я увлекался вошедшей тогда в моду игрой состоявшей в собирании ответов на ряд вопросов из которых иные были довольно каверзны и индискретны мода эта пришла из Франции и примерный список вопросов такой анкеты появился в ирлюстрацион к этому списку я прибавил еще несколько собственного изобретения и стал приставать с ними ко всем получая иногда и очень интересный ответ один только дядя Миша кавоз решительно отказался вышутил меня и ужасно меня этим огорчил а как было бы теперь интересно перечесть эти документы что же сказал каждый из моих друзей что философ что Валечка что Сережа Дягилев увы все это потеряно но ответ Бакста на вопрос чем вы желали бы быть был так характерен что его ответ я запомнил он ответил я желал бы быть самым знаменитым художником в мире он не пожелал быть лучшим художником или самым искусным а так и заявил самым знаменитым и что же чего-то близкого к этому идеалу он и достиг но в 1892 году такое пожелание могло показаться довольно диким и смешным мы этим долгое время и дразнили Левушку немалое значение для дальнейшей карьеры Левушки имели его усердные посещения акварельных пятниц учрежденных Альбером первое время эти вечерние сборища художников происходили у моего брата на дому но по мере их роста они сделались слишком обременительными для хозяйства и тогда Альбер их перенес сначала в помещение архитектурного журнала Зодчий а когда он стал руководителем акварельного класса Академии художеств то он и эти пятницы устроил в помещении своего класса журнал Зодчий издавался императорским Санкт-Петербургским обществом архитекторов 1872 1917 1917 и одним из его редакторов в годы описываемые Бенуа и позже был Леонтий Николаевич Бенуа редакция журнала находилась на набережной Мойке 83 новый вице-президент Академии граф Толстой был вообще расположен ко всякого рода новшествам особенно если они носили несколько либеральный общедоступный характер а кроме того он очень благоворил Альберу и поэтому он не только согласился на то чтобы эти собрания происходили в Академии и чтобы на них были допущены посторонние лица но он даже дал разрешение на то чтобы эти сборища завершались товарищескими агапами пирушками и чтобы за ними прислуживали академические сторожа вся организация этих академических пятниц принадлежала Альберу и первые годы он отдавался всей душой своей затее Вскоре пятницы приобрели большую популярность в художественном мире Сам президент Академии великий князь Владимир дважды удостоил их своим присутствием и представили опасную конкуренцию более старинному художественному клубу носившему название Мюссаровских понедельников по имени своего учредителя Кружок был учрежден в 1881 году благодаря инициативе тайного советника Мюссара и существовал до 1917 года Он объединял преимущественно аквалеристов собиравшихся по понедельникам для товарищеской беседы и за чаем рисовавших натуру или компоновавших эскизы Работы сделанные за год по понедельникам составляли довольно большую коллекцию до 200 листов Вырученные от их продажи средства поступали на содержание бедных семей и сирот художников В 90-е годы 19 века деятельность Кружка активизировалась К его десятилетнему юбилею в 1891 году была организована выставка акварелий и сепий в пользу вдов и сирот художников позже устраивались периодические выставки картин рисунков акварелей и эскизов в соляном городке привлекавшие широкую публику Понедельники и выставки акварелистов собирали художников разных направлений и объединений В 1900 году кружок насчитывал более 50 художников и любителей искусства председателем его был герцог Лехтенбергский членами художники академической ориентации Шрейбер Лагорио Мещерский Бобров Крыжицкий Каразин Мазуровский и другие помещение акварельного класса представляло собой просторное и отлично освещенное зало в третьем этаже здания академии В середину зала занимали три стола составленные покоем За ними восседали наши главные акварельные знаменитости в перемешку с несколькими любителями Каждый художник приносил с собой свою коробку красок кисти бумагу и каждый старался за вечер с восьми часов до полуночи создать хотя бы одну картинку Из таких картинок устраивались периодические лотереи с благотворительной целью Наиболее эффектно работавших обступали разные друзья искусства пришедшие полюбоваться как работают настоящие художники Число их росло с каждым разом На одном углу стола Альбер неутомимо импровизировал свои закаты морские и зимние пейзажи и иной раз он успевал напечь их три или четыре штуки за вечер На другом углу сочно посасывая сигару и при этом непрерывно рассказывая про всякие свои баснословные похождения русский Гюстав Дуре Каразин набрасывал черной тушью и белилами то тянущиеся по степи караваны то тройку мчащуюся по занесенному снегом лесу между ними тучный обрюзгший писемский тоже с сигарой с сонно тупым видом изображал пером очередную опушку с неизбежной елочкой поодаль милейший старенький Адольф Шарлемань предавался давним оперным воспоминаниям и из-под его кисти карандаша рождались сцены из Фауста Пророка и Гугенот Это все были метры не нуждавшиеся в дальнейших упражнениях глаза на изучение натуры Но вот немного в стороне на эстраде сидела или стояла модель почти всегда женская которую одевали в добытые из богатого гардероба костюмного класса всякие национальные и исторические наряды Модель то представляла хохлушку переходящую вброд воображаемый ручеек А то это была заснувшая за ночной работой швея или средневековая девица мечтающая за веретеном и так далее Особенным успехом пользовалась известная на весь Петербург профессиональная натурщица Ванда излюбленная модель художника Боброва а также совсем юная и очень миловидная портнишка которую все называли по имени и отчеству Елизавета Михайловна Ее где-то нашел все тот же мой Альбер Позже она стала на несколько лет его официальной митрессой Увлекался ею и Бакст Эти акварельные пятницы сыграли весьма значительную роль в карьере Левушки он не пропускал ни одной пятницы однако вместо того чтобы засесть за стол бок о бок со знаменитостями и изготовлять какие-либо пустяки он заблаговременно выбирал себе выгодное место перед эстрадой и участвовал как в установке модели так и в выборе для нее костюма эти этюды которые Левушка делал даром с живой натуры были для него полезным упражнением в только что им усвоенной акварельной технике кроме того вышло так едва ли намеренно с его стороны что именно благодаря им он стал приобретать некоторую известность углубленного в работу его всегда обступала кучка любопытных и вот среди них оказался человек который сыграл значительную роль в жизни Бакста помог ему выбраться в люди то был Дмитрий Александрович Бенкендорф персона очень заметная как в Петербургском Монде так и в Парижском и Лондонском всюду Бенкендорф иначе говоря мета был принят и обласкан и это несмотря на несколько темную репутацию про него ходили весьма предосудительные слухи вплоть до того что он будто бы оказался косвенной причиной гибели своей жены скандальная эта история произошедшая еще в 70-х годах кажется в Берлине послужила сюжетом для романа зашифрованный роман где под вымышленными именами выведены реальные люди Марии Колумбие пистолет маленькой баронесс сказать кстати мета и впрямь имел право на баронский титул его родственники были графами однако он из каких-то странных соображений или из кокетства им пренебрегал впрочем иные особенно за границей обращаясь к нему называли его бароном были ли эти слухи на чем-нибудь основаны я не знаю но во всяком случае государь Александр Третий был убежден в их достоверности он не отзывался о мете иначе как с презрением и решительно отклонял все домогательства о том чтобы ему Бенкендорфу было дано придворное звание напротив брат государя великий князь Владимир и его супруга великая княгиня Мария Павловна души не чаяли в мете и он при их малом дворе был завсегдатаем будучи великим специалистом по части всяких светских сплетен он же умел привести в хорошее расположение и самую скучающую компанию то удачным словечком шуткой то рассказиком поднесенным с очаровательным цинизмом и бесподобным мастерством в таких случаях великий князь разражался зычным хохотом а великая княгиня Мария Павловна ударяла мету по рукаву и приняв шаловливо строгий вид приказывала довольно довольно мета это уже слишком и надо отдать справедливость мете он был действительно шармером сужу по собственному опыту временами я его часто видел то у Альбера а то на тех же академических пятницах позже я бывал у него и несколько раз он бывал у меня каждая такая встреча с метой была для меня своего рода лакомством в описываемый период мете было немного за сорок с виду это был коротенький дородный холеный господинчик с темноватой аккуратно клинышком подстриженной бородкой с кошачьими зеленовато-серыми глазами впрочем он весь напоминал тихо мурлыкающего кота ходил он легкими шагами пузиком вперед держа свои коротенькие ручки согнутыми в локтях на манер ожидающий кусочек сахара собачки взгляд у меты был масляный ласковый но и очень лукавый изредка же он настораживался и в глазах вспыхивали недобрые искорки в общем мета был благодушен славный малый но он мог быть и коварно мстителен почему я и вся наша компания не прочь были верить рассказам об его темных заграничных проделках такие сладковато-ласковые люди часто таят в себе очень странные пороки а припертые обстоятельствами совершают поступки и весьма неблаговидные а то и преступные склонный к ригоризму Александр Третий несомненно верил и худшим из рассказов о мете тогда как великий князь Владимир обладал достаточным запасом наплевательства чтобы прощать приятелю его былые проделки благо теперь он остепенился мета изрядно поправил свои финансы и вел жизнь достаточно солидную свою же слабость к полу не считающемуся прекрасным он умел в достаточной степени скрывать то была кстати сказать та эпоха когда помянутая слабость начинала терять свой позорящий характер а высшее общество начинало привыкать к мысли что она не заслуживает инквизиторского преследования у меты была еще и другая слабость он обладал природным вкусом не бог знает какой высоты но все же более изощренным чем у большинства людей его общества этот вкус толкал его в очень благоразумных пределах на коллекционирование благодаря чему квартира его в верхнем этаже дома на фонтанке на супротив инженерного замка была одной из самых изящных в Петербурге она была обставлена хорошей мебелью 18 века и увешана тонко подобранными картинами среди которых выделялись знаменитый портрет Екатерины Второй на прогулке Боровиковского чудесный портрет якобы Марии Мончини Миньяра и отличный автопортрет Лагрене в пестром халате портрет Екатерины Второй на прогулке Боровиковского находится теперь в государственной Третьяковской галерее Для всего этого пророненное слово слабость не вполне подходит Настоящая же слабость Митты заключалась в том что он не только окружал себя красивыми вещами но и сам пытался создавать художественные ценности Мало того создавая таковые он извлекал из созданного и материальную пользу Имея довольно высокое мнение об его проницательности я считал что он не может не видеть до чего безнадежно немощно все то что выходит из-под его кистей но умница Мита знал в то же время что у людей его круга хватит невежества чтобы изготовленный им хлам принимать за нечто добротное во всяком случае находились такие простаки которые покупали подписанные им акварели и даже за довольно крупные суммы среди них был и один великий князь а именно генерал-адмирал флота Алексей Александрович иногда кое-что приобретал и великий князь Владимир но это уж исключительно по дружбе специальностью Миты были акварельные копии самых знаменитых произведений живописи а кроме того он изготовил целую серию портретов нижних чинов бывших на особенно хорошем счету у высочайшего начальства главным образом портреты матросов он их делал имея в виду генерал-адмирала свои же копии с картин Мета делал при помощи фотографий полагаясь что касается красок на свою память таким образом между прочим оставаясь в Петербурге он сделал две копии довольно большого формата со знаменитых фресок Тьеполо в Палаццо Лабиа и эти бездарные пародии на гениальнейшие произведения венецианца ему как раз удалось кому-то пристроить за довольно основательную сумму все же повторяю Мета в глубине души не мог быть сам высокого мнения о себе он рабел приступая к непосильной задаче и поэтому нуждался в помощи поэтому он и прибегал к сотрудничеству профессиональных художников за последние годы при нем в качестве такового сотрудника состоял художник Александровский специалист по великосветским портретам под видом уроков за которые Мета платил щедро он заставлял опытного техника поправлять свои работы после чего ставил свою подпись и отправлял этот продукт сотрудничества на выставку но появляется на пятницах новый юный художник Розенберг Бакст увидав что возникает на бумаге у этого новичка Мета недолго думая решает проститься со старым своим сотрудником и обзавестись новым все под тем же предлогом уроков Бакст хоть тогда и голодал буквально не сразу согласился предложение барона показалось ему несколько предосудительным но побывав у Меты в его изящной и уютной квартире покушав у него за завтраком вкусных вещей приготовленных французским поваром и выпив разных вин высоких марок главное же подпав под очарование беседы с остроумным хозяином и его ласкательных кошачьих манер Левушка сдался Бенкендорф засиял от счастья помолодел тот-то теперь он обновится тот-то поразит всех яркостью колеров и мягкостью техники и действительно копии из картин и матросы снабженные все той же подписью Д. Бенкендорф стали более высокого качества лишь постепенно бездарность все более отваживавшегося ученика-мецената стало проступать сквозь поправки учителя а может быть дело обстояло и наоборот что Левушке стало надоедать его недостойной роль и он стал несколько отстраняться заверяя своего ученика будто тот делает замечательные успехи К этому моменту уроки Бенкендорфу успели оказать значительную пользу бакству и не только в смысле тех денег которые он зарабатывал что сразу стало сказываться на всем его быте в том что он переехал в довольно большую квартиру с мастерской и так далее но особенно в смысле приобретения более светского облика Бенкендорф не искупился на советы касающиеся одежды и манер и он же свел Левушку с массой высокопоставленных или родовитых лиц уже через год после начала уроков Бенкендорфу удалось определить своего юного учителя на место преподавателя рисования при детях великого князя Владимира а на лето Левушка даже получил казенную квартиру при даче великого князя в царском селе постепенно его тихий скромный нрав завоевал себе симпатию как его воспитанников так и их августейших родителей это царско-сельское пребывание было началом его триумфального восхождения однако до достижения кульминационной точки Баксту пришлось еще пройти через ряд испытаний иногда довольно мучительных и среди них господствующее место занял бурный и страстный на три года затянувшийся роман с особой бывшей на несколько лет старше его этот роман крайне тревожил почтенную матушку Левушки и не менее он тревожил его учениками цената Миту оба они то есть госпожа Розенберг и Бенкендорф в период кризиса этого романа то и дело навещали меня чтоб излить свои жалобы на Левушку и просить меня опустить в ход все свое влияние спасти заблудшего вернуть его к семье и к последовательному труду но если бы даже мое влияние было настолько велико в чем я сомневаюсь чтоб подействовать на друга в начале его увлечения то теперь уж было поздно пытаться что-либо сделать так как Бакст с предметом своей страсти застрял во Франции где одновременно он был занят и исполнением заказа великого князя Алексея писанием картины встреча русских моряков в Париже картина встреча адмирала Авелана в Париже находится в Ленинградском центральном военно-морском музее этюды к ней и акварельный эскиз хранятся в государственном русском музее изображен эпизод въезда в Париж адмирала Авелана командовавшего в 1893 году русской эскадрой Средиземного моря и участвовавшего по личному выбору Александра Третьего в Тулонских празднествах по случаю заключения Франко-Русского Союза оставалось урезонивать Левушку в письмах но спрашивается когда подобный способ воздействия имел какую-либо силу тем менее можно было на то рассчитывать в данном случае когда противовесом и самым красноречивым убеждением являлась все более разгоравшаяся страсть Роман с госпожой Ж актрисой Михайловского театра тем сильнее захватил Левушку что он попал в цепкие руки этой Церцеи будучи еще новичком в любовных делах и не имея в них большого опыта она и постаралась его просветить и испортить по всем статьям кроме того она связала его крепчайшими узами ревности и целой системой периодических разрывов за которыми следовали самые пламенные примирения бедный Левушка за эти три года прошел через все круги эротического ада после медовых месяцев в уединении бретонского захолустья Террос Герек в те времена был еще захолустьем госпожа Ж тащила Багста в самый омут Парижа после идиллий в которых талантливая сорокалетняя артистка с мастерством разыгрывала роль невинной Хлои она превращалась в неукротимую Менаду и в подкупную Гетеру Левушку швыряла и мотала как тонущего в разбушевавшемся море было с чего потерять голову запутаться в компромиссах и это тем более что и в материальном отношении начались оскорбительные для его самолюбия испытания не имея месяцами никакого заработка он оказывался в полной зависимости от своей любовницы а косвенно и от тех кто заботился об ее благосостоянии первые авансы полученные от великого князя Алексея Александровича в счету платы за заказанную картину давно были истрачены а Мита не желая поощрять глупости Бакста не посылал несмотря на мольбы никаких подкреплений положение становилось отчаянным в это время осенью 1896 года я с семьей поселился в Париже и мы видели Бакста чуть ли не каждый вечер вблизи вся эта драма представлялась еще более нелепой и печальной нежели издали Бакст то и дело спохватывался решал что отныне все кончено а через день он опять подпадал под чары же или сдавался на ее убеждение кончилось все это тем что она уехала на гастроли в Берлин запретив ему следовать за ней он же бросился ей вдогонку и тогда разыгралась последняя сцена уже совсем во вкусе плохих пьес кажется на Бакста отрезвляющим образом подействовало не столько то что он застал же на месте преступления сколько то до чего все это вышло глупым пошлым финал тяжелой драмы в водевильном духе не слезы не кровь а смех естественно что среди всей этой буря писание приема русских моряков подвигалось туго а периодами и вовсе застревало первое время поселившись в Париже ближе к месту действия своего сюжета Бакст работал с увлечением и тогда было сделано им много этюдов с натуры намеревался он создать нечто вроде массовых сцен Менцеля на первом плане он поместил людей улицы молодых старых подростков занятых приготовлением к иллюминации одни зажигали фонарики другие их развешивали все было подернуто сизом тоном сумерек тогда как в отдалении мимо гигантской статуи свободы в свете иллюминации тянулся цук колясок в которых сидели адмирал Авеллан и его свита эффект позднего вечера сочетание последних лучей солнца со светом от фонарей и бенгальских огней было интересно задумано но долго не давалось Баксту ему могло бы помочь ознакомление с импрессионистами в частности с массовыми сценами Ренуара но в те дни было нелегко видеть произведение мастера а с другой стороны несомненно что если бы Бакст дерзнул создать нечто в таком роде то заказчик великий князь просто не принял бы подобной декаденщины и тот же Бенкендорф отвернулся бы от своего погибшего протеже все же еще через год картина с грехом пополам была окончена привезена в Петербург и представлена великому князю успеха она не имела большинство находило что композиция плохо слажена что все полно ошибок в рисунке что общий тон какой-то непраздничный что русских моряков почти не видно а бросаются в глаза только какие-то пролетарии мальчишки бедняки чуть ли не сброд все это не могло приободрить автора и никаких дальнейших официальных заказов нельзя было ожидать в будущем но Левушке было сполна уплачено и даже что-то сверх установленной суммы а картина недопущенная в апартаменты высочайшего заказчика нашла себе пристанище в адмиралтействе где она висит за ненахождением другого более подходящего места на лестнице ведущей в помещение морского музея здесь я ее после многих лет снова как-то увидел и должен сказать что она если и не произвела на меня впечатление мирового шедевра то все же я ее нашел весьма и весьма достойной и интересной во всяком случае это добросовестно продуманный и не без мастерства написанный исторический документ ближайшие друзья Бакста были обрадованы самим фактом что он не осрамился а вышел из испытания с честью основа характера Левушки составляла известное благодушие за него ему прощалось многое оно распространяло вокруг него определенную атмосферу уюта с самых первых недель нашего знакомства именно эту его эманацию я почувствовал и оценил мне нередко случалось ссориться с Бакстом но обыкновенный я первый начинал испытывать потребность в его обществе и получать благодаря его присутствию совершенно своеобразное настроение приятного покоя уютно действовала самая его наружность мягко огненный цвет волос подслеповато поглядывающие из-за пенсная глаза скромная манера держаться тихий слегка шепелявый говор особенно приятно было вызывать в Баксте смех не громкий чаще какое-то хихиканье а не ржание но веселый и искренний его извилистая губа складывалась при этом в чрезвычайно потешную гримасу и не только внешние черты притягивали к Бакству а в той же мере действовал его ум который я не могу иначе охарактеризовать как словом прелестный мысли Левушки были всегда своеобразны и выражались в яркой картинной форме они как-то тут же возникали и точно изумляли его самого черта типично еврейская в них никогда не звучало что-либо доктринерское школьное заимствованное теми же особенностями отличались и его письма их у меня накопились десятки если не сотни иные из них необычайной длины целые трактаты и я не только радовался при получении каждого но и испытывал особое удовольствие перечитывая их по прошествии многих лет письма Бакста к Александру Николаевичу Бенуа находятся в архиве Бенуа в Государственном Русском Музее многообразие тем Бакста было чрезвычайным и это нас связывало так как и я человек многообразный пестрый всеядный Левушка был и мастером рассказывать без всякого нарочитого щегольства прослучившиеся с ним встречи или похождения при этом в годы когда в нем исчезли и последние следы юношеской невинности он охотно задерживался на разных негодных для печати подробностях не опасаясь этим оскорбить стыдливость друзей разве только Серов иной раз с неудовольствием крякнет и пробурчит а все же нельзя ли поскромнее особенно же мастерски и воодушевленно он передавал свои художественные впечатления в таких случаях можно было заслушаться но сам Левушка отнюдь не слушал себя он бывал весь поглощен желанием заразить других своим восторгом еще типичная черта Бакста его рассеянность она приводила часто к потешным недоразумениям среди шумной общей беседы он бывало продолжает сидеть молча с совершенно отсутствующим видом иногда что-либо набрасывая на случайно попавшиеся ему под руку бумажки он действительно в такие минуты отсутствовал мысли его витала где-то далеко и возможно что он сам себе в таких случаях рассказывал нечто не имевшее ничего общего с темой общей беседы запомнился случай как однажды за чайным столом редакции мира искусств спорившие друзья раскололись на два лагеря и одновременно обратились к Баксту желая знать и его мнение но Левушка только обвел всех нас каким-то мутным взором и вдруг с великим недоумением вопросил что Египет это было совсем неожиданно ибо в нашем споре и помину не было о стране фараонов и каким же взрывом хохота закончился тогда наш спор и как веселился очнувшись от своего транса сам Левушка с тех пор слово Египет произнесенное на Бакстовский лад с его интонацией было лучшим средством охарактеризовать Левушку или попрекнуть его же за очередную рассеянность Наконец великий шарм исходил и от всей необычайной художественной одаренности Левушки Эту одаренность можно было наблюдать и в действии каждый раз когда он бывал у меня или у Валечки или в редакции Мира Искусства иначе говоря чуть ли не каждый день талантливость неудержимо толкала его на творчество и он чувствовал себя вполне по себе только когда был занят рисованием или акварелью что не мешало ему принимать участие в общей беседе и даже в споре у меня к его услугам был всегда полный набор художественных принадлежностей в редакции он даже был по обязанности прикован к рабочему столу где всегда ожидали его туш белила кисть и карандаши однако рука чесалась у Левушки и тогда когда он сидел у Валечки или у Димы где никаких художественных приспособлений не водилось и в таких случаях он удовлетворялся первым попавшимся лоскутком бумаги на котором возникало всякое всячино то что ему взбредет на ум или то что безотчетно станет выводить сам собой карандаш или перо было в жизни Бакста несколько периодов окутанных эротической одержимостью и в эти периоды его рисунки бывали почти всегда посвящены прелести человеческого преимущественно женского тела это были своего рода упражнения и такие упражнения находили затем отражение в его театральных костюмных эскизах но рисовал он от себя и головки пейзажи реже целые сцены а то и всякие декоративные фантазии вазы блюда мебель менее всего ему давалась архитектура и особенно все что связано с перспективой как раз то что мне и Жене Лансере давалось легче всего тут он путал а иногда даже грешил непонятными абсурдами но не было ли это уже как бы каким-то предчувствием или предсказанием того что в дальнейшем привело всю передовую европейскую живопись к полному и сознательному отрицанию перспективы и вообще ощущения пространства все остальное и хотя бы самая случайная и пустяшная прихоть кисти и карандаша Левушки свидетельствовали о необычайной природной технической его ловкости а многое и об его чувстве красок сказать мимоходом он иногда прям подражал в таких своих фантазиях знаменитому в те времена придворному художнику Михаилу Зичи это может показаться предосудительным с точки зрения ныне царящего вкуса но перефразируя слова Давида про Буше я скажу не всякому кому хочется удается стать Зичи и если Теофиль Готье и перехватил через край в своих восхвалениях блестящего венгерца с творчеством которого Тео познакомился в Петербурге то все же Зичи остается бесспорно одним из самых удивительных виртуозов середины XIX века в смысле мастерства как раз Зичи не столь уж уступает ни Буше ни Фрагонару посетив в 1858 году Петербург Теофиль Готье поклонник современного ему салонного искусства посвятил затем Зичи целую главу своей книги путешествия по России 1866 год где высоко оценил искусство художника очень характерно для Бакста еще то что нашей дружбе не вредили те ссоры которые происходили между мной и им да и происходили они редко реже чем мои размолвки с Дягилевым с Нувелем и носили они всегда вздорный характер только одна наша размолвка рисковала стать чем-то окончательным и непоправимым это та которая произошла из-за действительно совершенно удивительной провинности Левушки в отношении меня когда он присвоил себе авторство того балета который носит название Шехерезады и который был целиком от начала до конца сочинен и во всех подробностях разработан мной в качестве драматического истолкования музыки римского Корского о размолвке с Бакстом по этой причине Александр Николаевич Бенуа подробно рассказывает на страницах воспоминаний о балете но замечательно в данном прискорбном случае не только та беззастенчивость с которой было произведено пользуясь моим отсутствием и при поддержке Дягилева данное присвоение чужой собственности но и то что после года мое возмущение против Бакста и Дягилева остыло и я им обоим простил их гадкий поступок оглядываясь теперь назад на эту противную историю совершенно объективно и почти без горечи я вижу именно в ней интересное свидетельство о наших взаимоотношениях осталось не вполне выясненным мне было тошно в свое время копаться во всей этой гадкой чепухе не явился ли в данном случае настоящим подстрекателем Сережа который и вообще никогда не отличался примерной деликатностью и даже тем что можно бы назвать твердостью в своих моральных принципах такое предположение об его роли как подстрекателя допускает та фраза которую он мне бросил когда на сцене парижской оперы я обратился к нему с недоуменным вопросом почему в программе Шехерезада значится как балет Бакста что же ты хочешь Шуренькая у тебя есть твой балет павильон Армиды пусть же и у Левушки будет свой подробнее о работе над этим балетом смотрите во втором томе в таком случае провинность Бакста свелась бы к тому что он по слабости согласился на предложенную Дягилевым комбинацию он уступил приняв же обычную свою позицию безапелляционного вершителя судеб Сергей воспользовался тем что я по болезни в нужный момент отсутствовал из Парижа и сделал Баксту своего рода подарок ему Дягилеву ничего не стоивший самая тогдашняя ссора с Бакстом из-за Шехерезады весна 1910 года носила своеобразный характер вернувшись из Парижа в Лугану я написал Дягилеву письмо с заявлением что прекращаюсь с ним а следовательно и с Бакстом всякие деловые сношения иначе говоря я покидаю наше общее дело мне это было очень больно но я предпочитал такой способ реагирования вместо того чтобы выносить ссор из избы однако уже осенью того же года поддавшись увещеванию Сережи из Травинского забыть обиду и принять ближайшее участие в создании балета на тему русской масленицы Петрушки я сменил гнев на милость и вернулся на дружеское лоно лично с Левушкой примирение без каких-либо объяснений произошло затем в Петербурге весной 1912 года куда он приехал на короткую побывку тут произошел крайне прискорбный и позорный для русских порядков казус Бакста административным образом в 24 часа выслали из пределов России что было причиной заставившей царскую полицию прибегнуть к такой мере так и осталось невыясненным возможно что причиной было то что Левушка перешедший в 1902 году в христианство дабы получить возможность соединиться браком с любимой женщиной поспешил после развода с ней вернуться к религии своих отцов во всяком случае мера была принята внезапно причины не объявлены а все хлопоты об ее отмене причем в хлопотах участвовала сама великая княгиня Мария Павловна остались тщетными Бакст был принужден удалиться причем он дал себе клятву никогда больше в Россию не возвращаться а ссори произошедшие между мной и Левушкой по поводу того что он без моего разрешения и вероятно по наущению все того же Дягилева переписал портрет фокусника на декорации второй картины Петрушки не стоит распространяться в этой размолвке я был больше виноват нежели он но в свое оправдание могу привести то что в тот день когда я увидал на репетиции видоизмененный портрет в бешенстве покинул театр я был болен у меня нарывала опухоль на локте у меня был жар и кроме того я был переутомлен последними приготовлениями к спектаклю к тому же по существу я был прав но не прав я был в выборе той формы в которой вылилось мое негодование затем в объяснение по этому поводу с Серовым можно ли однако говорить о выборе когда у человека 39 градусов и он находится в состоянии крайнего аффекта во всяком случае и эта ссора не имела дальнейших последствий а когда много лет спустя в 1923 году я выбрался из советской России в Париж Бакст был до последней степени мил и нежен со мной и с моей женой будучи тогда на зените своей славы он даже оказал нам на первых порах некоторую материальную помощь к крайнему нашему горю уже в следующем году в декабре милый Левушка которого мы когда-то считали мнимым больным о чем еще будет речь ниже после многих месяцев тяжелого недуга скончался еще несколько слов об отношениях между Левушкой и Сережей за последние годы и особенно после постановки в Лондоне спящей красавицы в 1922 году Левушка находился в открытой непримиримой распри с Дягилевым но думается мне что на сей раз причина лежала в том что Дягилев стал все круче изменять тому направлению которое легло в основании всего дела русских спектаклей за границей новые направления заключавшиеся в том чтобы во что бы то ни стало эпатировать буржуа и угнаться за последним словом модернизма в высшей степени претило бакству но и мне такой поворот в деле который когда-то было моим казался возмутительным возникло же оно главным образом благодаря тому что в годы моего вынужденного пребывания в России с 1914 по 1923 год я совершенно утратил свое влияние на моего неверного друга и был безгранично огорчен убедившись в том что он разрушает то самое что при нашем участии и по нашей инициативе он соорудил и что имело такой грандиозный успех во всем мире глава десятая университет вернемся к моему пребыванию в университете куда я поступил осенью 1890 года если бы меня серьезно спросили что в сущности побудило меня к этому шагу то я затруднился бы ответить более всего тут действовал установленный обычай надлежало получить права для определения затем на государственную службу а существование людей нашего круга вне государственной службы как-то не мыслилось если они не имели какой-либо художественной или иной специальной профессии но я собирался служить и вовсе не потому что чувствовал призвание к какому-либо роду службы а потому что надо же было куда-то приткнуться мысли же о свободной художественной карьере как таковой я оставил с самого того момент когда разочарованный я в 1887 году покинул академию как раз за эти годы созрело решение в правительственных сферах что пора в корне реорганизовать академию пришедшую в полный упадок в апреле 1890 года была учреждена комиссия для выработки нового устава академии художеств во главе с толстым устав был утвержден 15 октября 1893 года и вошел в действие в 1894 году академии художеств стало называться собрание членов академии а бывшая академия преобразована в высшее художественное училище куда в качестве профессоров были приглашены и крупные передвижники Репин Куинджи Шишкин Кузнецов Кившенко Мате архитектуру преподавали Леонтий Николаевич Бенуа Померанцев Томишко Собирались всевозможные комиссии специалистов и просто умных голов но главная надежда возлагалась на графа Ивана Ивановича Толстого пользовавшегося репутацией человека с уклоном в сторону известного либерализма ему и было поручено руководить работами по составлению нового академического устава И у нас в доме в папином кабинете часто происходили теперь заседания посвященные тому же вопросу академической реформы Естественно я был очень заинтересован не питая впрочем особого доверия к тому что такие обсуждения и словопрения могли бы привести к чему-либо хорошему Не особенно мне импонировал сам Толстой с которым я и раньше встречался у своего двоюродного брата Жени Ковоса Иван Иванович был необычайно мил и любезен он очень симпатично картавил у него была приятная круглая слегка смахивающая на традиционного китайца физиономия с висячими черными усами но все что он говорил было проложено легкой иронией под которой чувствовалась не то какая-то внутренняя разочарованность не то просто пустота это был тип благожелательного барина дилетанта ничего в сущности в искусстве и во всей психологии творчества не понимающего но как-то привыкшего искусства уважать простота же Толстого если и была искренней а не напускной в моих глазах являлась скорее минусом я уже тогда понимал значение силы воздействия на других заключенной в известную представительность роскошь быть общественным деятелем в халате мог себе позволить разве только какой-либо гений который и самой распущенности умел бы придать известный декорум скажем на манер Потемкина но Иван Иванович не был гением а к тому же в вопросах искусства он сам себя признавал профаном хоть и сотрудничал с Кондаковым в составлении издания русские древности русские древности в памятниках искусства выпуски 1 и 2 Санкт-Петербург 1889 года популярный обзор археологических нумизматических и других находок составленный известным историком византийского и древнерусского искусства Кондаковым 1844 1925 вместе с Толстым Все же преобразование академии связанной с именем Толстого оказалось в сравнении с дореформенным ее состоянием чем-то благотворным Затклый воздух скопившийся в классах и в мастерских обновился какие-то надежды ожили какие-то иллюзии расцвели а все это много значит всего важнее было то что взамен прежних ископаемых проеденных молью старых профессоров к делу преподавания были привлечены новые силы подлинные живые художники с самим Ильей Ефимовичем Репином во главе ученики воспрянули духом и многие таланты окрылились определились ярче в этом по прошествии нескольких лет я мог убедиться на примере моего друга Константина Сомова а также на примере Малявина и Остроумовой что же касается меня то в самый тот момент когда окончив гимназию я оказался на перепутье и мне надлежало выбрать дальнейшую дорогу о реформе академии только начинали говорить одно обещание чего-то нового и хорошего не могло повлиять на мой выбор спрашивается еще почему поступая в университет я выбрал именно юридический а не какой-либо иной факультет почему например я не предпочел историко-филологический в котором казалось бы я мог бы найти себя на это настоящих причин не имелось но уже достаточно было того что все мои школьные друзья поступили именно на юридический факультет да и все студенты с которыми я за последнее время общался были тоже юристами было бы странно если бы при отсутствии определенного иного жизненного плана я отделился бы от них и ушел бы куда-то в сторону ведь и философов и Нувель и Калин и Скалон вместе с присоединившимся к нам в 1890 году Дягилевым поступая на юридический факультет не следовали какому-либо призванию а подчинялись все той же рутине так полагалось считалось кроме того что и тем кто вовсе не собирались посвятить себя специально юриспруденции не бесполезно для жизни приобрести познание преподававшееся на юридическом факультете что предметы изучаемые на нем служат продолжением все того же общего образования а диплом полученный на государственном экзамене юридического факультета отворял все двери иди служить куда хочешь наконец не последним соображением было для нас то что самые занятия на этом факультете не требуют полной отдачи себя а нам хотелось иметь как можно больше времени в своем распоряжении мы так были увлечены тем хаотическим но все же интенсивным самообразованием которые давали нам чтение посещение музеев театров концертов да и наши постоянные встречи с их обменом мнений с их спорами много значили я и сейчас считаю что главную пользу или даже единственную реальную и несомненную пользу которую нам принесло пребывание в университете мы извлекли не из тех наук которые мы слушали без особого рвения с каждым семестром все менее и менее прилежно а из того что у нас теперь оказалось столько досуга это уйма свободного времени дала нам возможность осмотреться самоопределиться понять куда нас действительно тянет нельзя отрицать и того что из некоторых предметов наименее судейских и наиболее общих мы почерпнули для себя пользу несомненную эти познания дисциплинировали наше мышление познакомили нас с различными философскими системами если до того мы ознакомились благодаря классическому образованию с Платоном с Аристотелем то теперь мы узнали и Декарта и Локка и Лебница и Канта и Гегеля и Шопенгауэра меня особенно влекло к первым трем некоторые из друзей больше увлекались тремя последними к которым прибавился Ницше настоящий бог молодежи того десятилетия историки Санкт-Петербургского университета характеризуют описываемую эпоху как время его упадка и причину того они усматривают главным образом в реакционной политике правительства таково было и мнение большинства студентов профессора в их представлении разделялись на покорных ставленников ненавистного правительства и на тех кто сумели несмотря на всякие препоны отстоять в значительной степени свою независимость правда эти прогрессивные профессора были вынуждены несколько скрывать свое истинное свободомыслие но отгадывать было все же легко то чего они не договаривали это отгадывание превращалось даже у верных слушателей в своего рода излюбленную игру профессора которые отваживались более прозрачно высказывать независимость своих убеждений пользовались особенным фавором иногда и не столь заслуженным по существу в мое время таким любимцем у студентов был приват доцент Исаев читавший курс политической экономии предмет сам по себе занимающийся всякими довольно каверзными вопросами касающимися народного благосостояния Исаев пользовался огромной популярностью этот не старый рыжебородый близорукий пляшивый ученый иначе не проходил по знаменитому бесконечному коридору университета как окруженный толпой своих поклонников а аудитории в которых Исаев читал наполнялись заблаговременно до того что в них запоздалом и пролезть было трудно а пролезшим приходилось стоять а не сидеть но как непопулярен был и как недостоин был Исаев такой популярности все же не он являлся настоящей славой юридического факультета моего времени а являлись таковыми профессора Сергеевич Девернуа Мартенс Файницкий и Каркунов их аудитории не брались с бою но внимание с которым слушались их лекции свидетельствовало о степени того высокопочитания которым они пользовались и это несмотря на то что они как раз были совершенно чужды политики в полном смысле слова прекрасными были лекции Сергеевича читавшего историю русского права эти лекции излагались из года в год в тех же выражениях по одной и той же установленной системе и даже с теми же эффектными паузами перед наиболее примечательными сообщениями и тем не менее они приковывали внимание до того все что рассказывал Сергеевич было колоритно с таким тонким мастерством были подобраны примеры иллюстрирующие те или иные явления из лекции Сергеевича я кажется не пропустил ни одной а на экзамене показал что предмет мною вполне усвоен Сергеевич был с виду весьма замечательным его некрасивое но характерное лицо сохраняло всегда несколько горделивое или брезгливое выражение его плотная и все же стройная фигура облаченная в отлично сшитый вицмундир и даже тот плавный закругленный жест которым он то и дело без настоящей нужды снимал и вытирал очки или поправлял черный безупречно повязанный галстук все же складывалось в связи с плачевной довольно медленной но отнюдь не усыпляющей речью в нечто своеобразно пленительное слушать Сергеевича было наслаждением и приятно было глядеть на лектора самый предмет который он читал до странности оживал становился интересным даже для тех кто раньше вовсе не интересовался бытовым прошлым России Дювернуа с которым я познакомился на втором курсе читал гражданское право он представлял противоположность Сергеевичу это был старый господин с бритом очень французистым лицом напоминавшим каких-либо министров реставрации читал он с жаром часто увлекавшим его в сторону от основной темы но как раз эти отступления были особенно интересными Дювернуа пользовался большим авторитетом если и не среди наиболее прогрессивного студенчества то среди тех кто поступил в высшее учебное заведение с тем чтобы действительно усвоить нужные для юридической карьеры знания однако он не был любим студентами он и мало кого допускал до себя а на экзаменах был неприятен придирался и охотно резал я воздержусь от подробной характеристики других профессоров да и что сказать о такой бездарности как Ефимов читавшим римское право как Бершацкий профессор энциклопедии права излагавшим семинарской скороговоркой массу путанных сведений о самых глубоких философских системах наконец трудно что-либо сказать и о таких маститых ученых с европейским именем но довольно тусклых лекторах как Мартенс и Файницкий Ефимов читавший римское право его чисто формальное отношение к предмету выражалось между прочим в том с какой я бы сказал циничной снисходительностью он относился к зачетным работам которые требовались от студентов для перехода с первого на второй курс и я использовал эту снисходительность написав род пересказа своими словами того что говорил Фюстель де Куланш в своем классическом труде античный город про военную казну род сберегательной кассы для легионеров зато зато необходимо выделить еще Каркунова ибо самая его личность представляла значительный интерес а то как он преподавал свой предмет будоражило умы и возбуждало страстные споры особенно среди тех студентов которые видели в своем пребывании в университете рот подготовительного стажа для политической агитации прогрессивного иначе говоря революционного характера Каркунов пользовался настоящей ненавистью среди именно этих беспокойных элементов но в данном случае эта ненависть не сопровождалась презрением Каркунова никак нельзя было причислить к разряду выслуживающихся продажных холопов он был убежден в своих взглядах которые тогда почитались за ретроградные но в которых теперь можно скорее усмотреть нечто более передовое нежели взгляды тех кто слепо верил в спасительность конституции и дарование русскому народу парламентского режима в английском вкусе Каркунов был убежденным монархистом и имел мужество не скрывать этого тем самым и среди коллег его положение было обособленным он был одинаково далек как от безусловного рабьего преклонения перед существующим режимом так и от его слепого и нелепого неприятия Каркунов говорил об органической формации и росте государственных установлений о том что каждое государство создает свой режим по своему образу и подобию и что вообще идеальных систем не существует что и система представляющая многие дефекты может оказаться подходящей для данного места и для данного народа такие и подобные мысли лежат если я правильно их запомнил в основе и его талантливо составленных книг в сравнительном очерке государственного права и в русском государственном праве точнее сравнительный очерк государственного права иностранных держав Санкт-Петербург 1890 год но слушать Каркунова было еще поучительнее и интереснее нежели его читать он говорил совершенно просто без подчеркивания без пафоса но его внутренняя убежденность сообщала его изложению большую силу в частности мне и моим друзьям Каркунов оказал ту пользу что мы благодаря ему получили лучшее обоснование нашему еще в гимназии начавшему образовываться кредо только теперь в ясную систему с отчетливой формулировкой стал складываться наш консерватизм и только теперь я осознал что я по природе консерватор с монархическим уклоном тогда же окончательно выработался во мне и самый идеал монарха идеал помогавший мне разбираться как в историческом прошлом так и в современных российских и мировых обстоятельствах по-новому более сознательно я теперь стал относиться и к царствующему государю оценивать саму его личность многое что я зараженный почти поголовным франдерством русского общества находил когда-то в правлении Александра Третьего уродливым и даже возмутительным стало теперь казаться необходимым или неизбежным и обратно если и раньше меня отталкивала от себя вся незрелая и часто просто глупая снобическая сказали бы мы сегодня революционность то теперь она представлялась мне преступной фатально неминуемо ведущей ко всякой мерзости запустения надо прибавить что тогда же и только тогда я решил познакомиться с некоторыми творениями Достоевского в которых я тоже нашел рядом со всем парадоксальным и двусмысленным настоящую пищу для своего миросозерцания Александр Николаевич Бенуа вероятно имеет в виду роман Бесы впервые опубликованный в 1871 в 1872 годах разумеется Александр Третий не был идеальным государем ограниченность его интеллекта примитивность а то и просто грубость его суждений его далеко не всегда счастливый выбор сотрудников и исполнителей все это не сочетается с представлением идеального самодержца наконец его ограниченный национализм выливался подчас в формы мелочные и очень бестактные и уж никак нельзя считать за нечто правильное и подходящее то воспитание которое он дал своим детям и особенно своему наследнику их слишком настойчиво учили быть прежде всего людьми и слишком мало подготовляли к их трудной сверхчеловеческой роли Александра Третьего заела склонность к семейному уюту к буржуазному образу жизни и все и все же несомненно его слишком кратковременное царствование было в общем чрезвычайно значительным и благотворным оно подготовило тот расцвет русской культуры который начавшись еще при нем продлился затем в течение всего царствования Николая Второго и это невзирая на бездарность представителей власти на непоследовательность правительственных мероприятий и даже на тяжелые ошибки поживи дольше Александр Александрович этот исполинский мужик или богатырь процарствую он еще лет двадцать история не только России но и всего мира сложилась бы иначе и несомненно более благополучно главной наинужнейшей для самодержца чертой Александр Третий обладал в полной мере он был крепок он умел держать и сдерживать он имел на вещи свое мнение а его простой здравый смысл выработался на почве глубокой любви к родине при этом он был честен прост и в то же время достаточно бдителен чтобы нигде и ни от кого Россия не терпела ущерба без кровопролитных войн даже без особенных угроз он озабоченный тем чтобы сохранить в добром состоянии вверенную ему богом страну являл в семье прочих государей и правителей некую твердыню надежную для друзей грозную для врагов не его вина если судьбе или промыслу угодно было одновременно с ним вызвать к вершению дел мирового значения такую прямую противоположность ему какой явился Вильгельм второй не его вина и в том что вековая дружба с соседом с Германией дружба скрепленная столькими семейными союзами дружба на которой было построено все равновесие Европы была нарушена отказом юного нелепо тщеславного германского императора вступившего на престол в 1888 году возобновить лучшее и сколь мудрое создание Бисмарка договор о взаимной поддержке обоих государств Нельзя винить Александра Третьего и в том что после этого чреватого последствиями разрыва и как прямое следствие его он согласился на демонстративное сближение с Францией Проживи он еще несколько лет Александр Третий сумел бы вероятно провести свой корабль между вновь возникшими опасностями действуя своим авторитетом своим престижем но рок готовил России Европе миру иное и этот тяжелый рок стал выявляться с момента когда мощную богатырскую его фигуру его гранитную надежность сменила личность его сына Николай второй был милым человеком но и слишком обыденным человеком полным добрых намерений но лишенным способности их проводить в жизнь и главное Николаю второму не хватало тех особых данных которые только и позволяют играть с достоинством роль главы и вождя исполинского государства вот я и снова не утерпел чтобы не остановиться на моем отношении к режиму к монархии к самой личности монарха но эти вопросы занимали и волновали нашу компанию в сильнейшей степени меньше всего Дягилева о свойствах монархизма Александра Николаевича Бенуа смотрите статью Стернина Мои воспоминания Александра Бенуа Вернемся теперь к моему рассказу об университете и в частности о профессоре Каркунове Карьера этого замечательного ученого обещала быть блестящей однако и здесь вмешалась превратная судьба любовная история окончившаяся публичным скандалом заставила Каркунова подать в отставку и покинуть университет Вскоре после того в нем стали обнаруживаться признаки помешательства Те годы которые ему осталось жить он провел сильно померкнувшим сознанием и как я слышал в нужде В последний раз я его увидал в 1901 или 2 году в помещении редакции моих художественных сокровищ России Редакция журнала помещалась на набережной мойке в доме 83 Несчастный жалкий человек решился сам прийти просить ссылаясь на стеснительные обстоятельства сделать ему скидку на подписной цене он был в восторге от всего что появлялось в созданном мной сборнике и от того с каким чисто европейским вкусом его слова он издается но до чего мучительно было мне видеть его потухший взор некогда сверкавший воодушевлением и это серое изнуренное недугом лицо а главное слышать тот робкий почти заискивающий говор я приглашал Николая Михайловича заходить когда ему вздумается однако он этим приглашением не воспользовался и этот визит был первым и последним еще несколько слов об университете как о здании входя в него я не испытывал того же душу поднимающего трепета который неминуемо каждый раз меня охватывал когда я вступал в чудесный многоколонный вестибюль академии художеств и подымался по одной из двух лестниц ведших в билетаж все же издание университета издавна привлекало мое внимание и это уже вследствие того анекдота который папа рассказывал про его постройку при Петре Великом и который может быть не лишен исторического основания будто царь-преобразователь уезжая в чужие края поверел Меншикову строить это здание в котором должны были поместиться все двенадцать коллегий министерств вдоль по набережной не вы являясь продолжением здания кунсткамеры версия изложенная Бенуа не подтверждается документами судя по чертежам сохранившимся в копии девятнадцатого века восточная часть Васильевского острова уже с самого начала его застройки получила тот план который и был впоследствии осуществлен с расположением здания двенадцати коллегий перпендикулярно большой Неве проектирование здания и руководство строительством осуществлялось в Трезине около 1670-1734 год смотрите Грозмани строительство и первоначальный облик здания двенадцати коллегий ныне главного здания Ленинградского государственного университета вестник Ленинградского университета 1953 год номер 6 и вот великому негодованию Петра не было пределов когда вернувшись он увидел что коллегия возводится не вдоль берега а перпендикулярно к нему вследствие чего получилась совершенная нелепость это самое значительное из построек в новой столице долженствовавшая по мысли царя служить ее главным украшением встала узким невзрачным боком к реке тогда как весь его внушительный фасад протянулся куда-то в сторону но фундамент был уже заложен стены наполовину выведены и оставалось только отдубасить виновника Меншикова заодно попало и архитектору иноземцу Леблону все же и в настоящем своем виде здание коллегий в котором со времени Александра Первого помещался университет представляло собою с площади величественное целое испорченное лишь тем что во всю его длину расположен за решеткой сад деревья которого заслоняют значительную часть здания в дни моего детства и молодости университет красили в сплошной кирпично красный цвет и это если и не было особенно оригинально то все же подчеркивало величавую однообразную громадность здания позже по моему совету его стали красить в красный и белый цвет по примеру современного ему Петерговского дворца но надо сознаться что такая окраска не прибавив особенной живописности нарушила то что в этой архитектуре было благородно горделивого к сожалению внутри кроме одного не особенно интересного кабинета ничего от прежнего убранства и расположения не осталось необходимость устроить обширные аудитории и лаборатории а также актовый зал и связать все части посредством общего коридора изменила весь первоначальный план но как раз этот коридор тянущийся по надворной стороне с одного конца здания до другого сообщал университету своеобразный характер в течение дня пока в аудиториях шли лекции в этом коридоре происходило своего рода гуляние юношей одетых в одинаковые черно-зеленые мундиры с синими воротниками и золотыми пуговицами здесь происходили встречи завязывались знакомства возникали споры вследствие непомерной длины этого прохода далекие фигуры можно было едва различать а вследствие сравнительной узости коридора в нем часто получались заторы и толкотня в этом же коридоре происходили несмотря на строжайший запрет студенческие сходки мне особенно запомнилась одна центром которой был черномазый болгарин который взобравшись на подоконник оттуда держал свою речь точнее вопил на корявом русском языке призывы вести борьбу за свободу соединенными силами всех славянских народов в этом же коридоре я случайно угодил в самую гущу внезапно откуда-то возникшей манифестации явно революционного характера окончившейся вызовом полиции и казаков в раздевальне университета царил довольно курьезный порядок наблюдение за которым было поручено особым контролером педалем каждому студенту было отведено особое место под номером вешалка крючок для пальто над ней отрезок полки на которую клалась фуражка портфель книги и тому подобное педали то и дело обходили ряды вешалок и делали у себя отметки кто из студентов явился а кто отсутствует в точности я не помню какие санкции грозили недостаточно радивом но во всяком случае нежелательно было попасть в число таких абсентеистов и для избежания этого существовал простейший способ стоило повесить пальто и положить фуражку на полку затем немного пофланировать по соседству в ожидании того что педаль сделает свою отметку и тогда можно было без опаски покинуть университет не побывав ни в одной аудитории и не прослушав ни одной лекции сторожа на обязанности которых было охранение нашего участка в раздевальне поощряемые щедрыми ночаями подавали украдкой знак что деконтроль прошел систематически предаваться такому отлыниванию мы однако стали лишь на третьем курсе тогда как первые два года мы посещали университет усердно и не только слушали своих профессоров но в своей жажде просвещения посещали и аудитории других факультетов находя особенные упоения в таком энциклопедическом приобщении к наукам таким образом мы побывали и наряде лекции популярного профессора иностранной литературы маститого украшенного библейской бородой Вейнберга казалось очень странным что этот глубоко серьезный с оттенком какой-то характерно иудейской грусти старец родной брат очень любимого комического актера Александринского театра главной специальностью которого были рассказывания со сцены перед занавесом еврейских анекдотов в антрактах между действиями или в конце спектакля диалоги в этих рассказах передавались на уморительном жидовском жаргоне смеси идише с русским зал покатывался с осмеха и требовал еще и еще новых рассказиков с виду актер Вейнберг был разительным контрастом своему ученому брату это был стройный очень подвижный человек всегда одетый во фраг стал я было посещать и лекции Кондакова происходившие в помещении библиотеки в очень интимной обстановке и при весьма ограниченном стечении слушателей отправляясь на первую я мечтал что вот услышу нечто дух подымающее вроде легендарных лекций Грановского или Тена вместо того на всех трех лекциях нашего знаменитого ученого на которых я побывал речь шла в довольно неуклюжем изложении лишь о мекенских древностях и происходил подробнейший разбор разных чаш кубков и других откопанных золотых предметов получив тогда отвращение от подобного гробокопательства я закаялся ходить на лекции маститого Никодима Палча и тогда же оставил последние помыслы перебраться на историка филологический факультет археология не была тогда в моем вкусе мне она казалась областью прямо противоположной искусству позже я лучше изучил пользу от досконального изучения хотя бы и очень невзрачных с первого взгляда предметов да и к самому Кондакову я исполнился величайшего уважения какой светлый ум какая глубокая ученость какое чувство прекрасного скрывались под оболочкой сухости и даже какой-то тупости но в те все еще полуребяческие времена в 1890 году в тех бурных настроениях в которых я пребывал я требовал от науки от искусства нечто совершенно иное более трепещущее сразу зажигательное окончал я университет весной 1894 года как это ни странно я как раз за свои студенческие годы убедился что я художник и что должен остаться художником я поверил в себя не посещая никакой специальной школы я однако самостоятельно все ревностнее занимался рисованием и живописью а также пополнением своего художественного образования по окончании университета я уже считал что искусство в той или иной форме будет моей основной профессией но оставалось еще претерпеть всю длительную и изнурительную попытку государственных экзаменов зачем я пошел на это тяжелое испытание раз я уже не собирался воспользоваться теми правами на службу которые эти экзамены давали вглядываясь в свое прошлое в целом я вижу что и те бессмысленные мучения имели все же свой смысл получив права я как-то успокоился я точно запас талисманом который в нужный момент я мог бы использовать а ведь известно что в том и заключается сила талисмана что он дает большую уверенность в себе чувствуя себя вооруженным человек не боится вступать в борьбу с теми или иными даже и самыми грозными силами но действительно эти экзаменационные мучения были до того ужасны что и до сих пор я вспоминаю о них с содроганием мало того в течение нескольких десятков лет один из моих самых страшных кошмаров был тот повторявшийся каждую весну в котором я оказывался в актовом зале перед столом профессора экзаменатора при этом я каждый раз с ужасом констатировал что ровно ровно ничего по данному предмету не знаю экзаменационная пытка была для меня тем более мучительной что от благополучного экзамена зависела вся ближайшая программа моей жизни в этом 1894 году минуло уже три года с того момента когда наш роман с Атьей возобновился и теперь мы официально были признаны женихом и невестой наша свадьба была назначена тотчас по окончании университета студентом я ни за что не желал вступать в ряды семейных людей как мне так и Ате это казалось чем-то смешным и даже уродливым с другой стороны нашему терпению после стольких лет ожидания наступал конец и откладывать дольше наше соединение представлялось невозможным нужно было во что бы то ни стало экзамены сдать и их выдержать и вот такое ощущение абсолютной необходимости отчасти подстегивало меня прибавляло мне мужество а отчасти оно же наполняло меня ужасом лишавшим меня аппетита и сна а тут еще моя невеста в апреле заболела я зубрил дни и ночи в состоянии какого-то угара и все же некоторые предметы я успел только просмотреть это были второстепенные предметы и экзаменаторы по ним относились с известной снисходительностью к экзаменующимся некоторых они никогда на своих лекциях и не видали слава богу все сошло благополучно но два раза я подходил к самому краю пропасти в первый раз то было на экзамене международного права которые у нас читал важный член министерства иностранных дел и европейское светило профессор Мартенс предмет меня лично интересовал и я знал его довольно хорошо получив билет по такому вопросу который я особенно толково усвоил я подошел к экзаменационному столу без страха и ответил без запинки но надо же было Мартенсу пожелать выяснить кроме того мои познания по политической географии этот добавочный вопрос коснулся того в каком порядке расположены между собой балканские государства которые из них на юге и которые на севере и тут я позорно скандалился я вообще братушками не интересовался вовсе и для меня эти проклятые балканы представлялись какой-то ничтожно малой величиной не стоящей внимания за такое отношение я чуть было не поплатился услыхав что Болгария лежит на западе от Сербии а Румыния на юге от Болгарии Мартенс уже взялся за карандаш чтобы поставить в графе против моей фамилии страшное слово неудовлетворительно которое означало бы общий мой провал но тут я так взмолился и изобразил такое отчаяние что этот человек имевший репутацию неумолимой строгости смилостивился и я к своему безграничному облегчению увидел что он выводит желанное удовлетворительно но международное право я действительно знал а вот в учебник торгового права я и не заглядывал я был уверен что это не имеет значения ведь кроме тех студентов которые себя готовили к данной специальности никто даже не пытался узнать что в сущности это такое с другой стороны всем было задолго до экзаменов известно что достаточно бойко проболтать первые четыре строчки доставшегося билета как уже профессор отпускал студента с хорошей отметкой вызубрить же наизусть именно данные четыре строчки можно было успеть пока экзаменовался коллега предшествующий так как в том столе за который разрешалось присесть чтобы подготовиться лежал этот самый учебник стоило только его открыть на нужной странице и вызубрить полсотни слов но тут случилось со мной нечто совершенно идиотское я перепутал номер своего билета и вызубрил сидя за столом не то что нужно обнаружив что я отвечаю не по тому билету который я вытащил профессор остановил меня и попросил отвечать что мне полагалось наступила минута абсолютного молчания профессор предложил другой вопрос и я на него не нашел что ответить а весь мой вид доказывал что я вообще ровно никакого понятия о торговом праве не имею попросил я было отпустить меня к столу но это вышло как-то уж очень цинично и профессор даже обиделся тем не менее и он смилостивился и не срезал а с выражением крайней брезгливости поставил спасительное удовлетворительно я же неблагодарный даже не запомнил фамилии этого благодетеля таким образом я окончил университет далеко не блестяще но я его окончил что только и требовалось теперь я оказался полноправным гражданином российского государства кандидатом на штатную должность не то 14 не то 12 класса я мог бы поступить в то или иное министерство протекции нашлись бы всюду но этим лесным преимуществом я не пожелал воспользоваться зато уже меньше чем через месяц 29 июня 1894 года я стоял перед алтарем в церкви святой Екатерины на Невском рядом с той которую я выбрал себе в подруге жизни 8 лет тому назад и добрый патер шумп нас венчал при стечении всей нашей родни Глава 11 Сережа Дягилев Теперь пора представить еще одного из членов нашей основной дружеской группы как раз то лицо которому выдалась первопланная роль не только у себя на родине но без особого преувеличения и в мировом масштабе я говорю о Сергее Павловиче Дягилеве мое первое знакомство с ним произошло в начале лета 1890 года как раз когда только что миновала экзаменационная пора окончания гимназии я еще оставался в городе готовясь к своему заграничному путешествию оставался перед переездом на дачу и Валечка но Дима философов отбыл в свое родовое Богдановское от него мы перед отъездом и получили поручение встретить его двоюродного брата который на ближайших днях должен был прибыть из Перми где он только что окончил гимназию этот Сережа Дягилев собирался затем осенью поступить вместе с нами в Петербургский университет первым увидал Сережу Валечка ибо как раз в это время семья Нувелей перебралась с другого конца галерной улицы и поселилась в том же доме где жили философовы номер двенадцать ровно над ними Сережа же остановился в пустой квартире своих родных и приехав не откладывая поднялся к Нувелям о чем Валечка меня тотчас же известил на худенького бледного Диму этот кузен вовсе не был похож Анна Павловна Философова была родной сестрой отца Сережи Павла Павловича Дягилева когда-то в молодые годы служившего в самом аристократическом полку в Кавалергарском но затем вышедшего в отставку вследствие того что материальное положение семьи когда-то более чем зажиточной сильно пошатнулось что и принудило Павла Павловича поселиться в провинции в Перми мать Сережи урожденная еврейного умерла в родах и Павел Павлович был теперь с 1874 года женат на Елене Валерьяновне рожденной Панаевой дочери строителя Панаевского театра театр был выстроен в 80-х годах 19 века инженером путей сообщения Панаевым по имени которого и получил свое название на набережной Невы после засыпки Адмиралтейского канала здание сгорело около 1903 года от этого второго брака родились еще два сына но они так же как и их родители перебрались в Петербург лишь в следующем году когда Павел Палч снова поступил на военную службу и получил в чине генерал-майора какой-то полк стоявший в Петергофе Сережа весь первый год прожил у философовых а с осени 1891 года поселился вместе с братьями на особой квартире тоже на галерной ближе к новому адмиралтейству он поразил нас своим цветущим видом у него были полные румяные щеки и сверкавшие белизной зубы которые показывались двумя ровными рядами между ярко пунцовыми губами каждый раз когда он смеялся вся внутренность его пасти раскрывалась настежь смеялся же Сережа по всякому поводу вообще было видно что он в высшей степени возбужден сознанием что он в столице в то же время он радовался своему знакомству с ближайшими друзьями его двоюродного брата с которым он состоял в усердной переписке резюмируя впечатления произведенные Сережей скажу что он показался нам славным малым здоровяком провинциалом пожалуй не очень далеким немного приземленным немного примитивным но в общем симпатичным если же мы с Валечкой тогда же сразу решили его принять в нашу компанию то это исключительно по родственному признаку в качестве кузена Димы будучи одних лет с последним Сережа был моложе меня на два года и на год моложе Валечки впрочем наши впечатления носили самый поверхностный характер ибо устроив какие-то свои дела в Петербурге Сережа через день уже отбыл в деревню воспоминания об этой первой встрече с Сережей Дягилевым наводит меня и на другое относящееся к ранней осени того же года это свидание происходило в летней обстановке вернувшись раньше других из Богдановского Сережа пожелал вместе со мной навестить Валечку проживавшего тогда с матерью на даче в Парголове но Валечку мы не застали дома он был где-то на прогулке и тогда мы отправились его искать немного наобум стояла гнетущая жара и мы скоро вспотели устали и явилось непреодолимое желание прилечь выбрав место по суше мы и растянулись на траве лежа на спине поглядывая на безоблачную лазурь я решил использовать представившийся случай и более систематически познакомиться с новым другом такие товарищеские допросы были у нас вообще в ходу а я им предавался с особым рвением движимый все тем же прозалитизмом и желанием расширить круг единомышленников надлежало выяснить насколько новый приятель нам подходит недалек ли он безнадежно от нас стоит ли вообще с ним возиться что касается Дягилева то я уже знал что он музыкален что он даже собирается стать певцом что он сочиняет но знал я и то что музыкальные взгляды Сережи не вполне сходятся с нашими правда он боготворил Глинку отец его обладал прекрасным голосом и знал всего Руслана наизусть правда он ценил Бородина и Мусоргского но тут же он был способен увлекаться всякой итальянщиной и не разделял наших восторгов от Вагнера и вот эта серьезная беседа на траве нарушилась самым мальчишеским образом лежа на спине я не мог следить за тем что делает Сережа и потому был застигнут врасплох когда он навалился на меня и принялся меня тузить вызывая на борьбу и хохоча во все горло ничего подобного в нашем кружке не водилось все мы были воспитанными маменькиными сынками и были скорее враждебно настроены в отношении всякого рода физических упражнений особенно джедрак к тому я сразу сообразил что толстый крепыш Сережа сильнее меня и что мне не сдобровать старший рисковал оказаться в униженном положении оставалось прибегнуть к хитрости и я завопил пронзительно ты мне руку сломал Сережа и тут не сразу унялся в его глазах я видел упоение победой и желание насладиться ею до конца однако не встречая более сопротивления и слыша лишь мои стоны и визги он оставил глупую игру вскочил на ноги и даже заботливо помог мне подняться я же для пущей убедительности продолжал растирать руку хотя никакой особой боли на самом деле не испытывал этот случай остался мне памятен навсегда он приобрел даже характер известного символа в своих отношениях с Сережей я часто вспоминал о нем как в тех случаях когда он снова подминал меня под себя но уже в переносном смысле так и тогда когда мне удавалось получить реванш и победителем оказывался я взаимоотношения известные борьбы продолжались между нами в течение многих последующих лет но я бы сказал что именно это соревнование придавало особую жизненность и остроту нашей дружбе и отзывалось благотворным образом на нашей деятельности многие годы я был в некотором роде ментором Сережа одним из его интеллектуальных опекунов благодаря этому мое отношение к Дягилеву осталось очень отличным от моего отношения к прочим друзьям к Сереже в периоды его послушания и прилежания во мне просыпалось и годами жило чувство чисто менторской нежности в эти годы я был готов на всякие жертвы на всяческое добровольное самостирание лишь бы помочь развернуться во всю ширь любимому и самому яркому своему ученику лишь бы он мог осуществить наиболее полно мои же собственные самые заветные планы и мечты и вдруг получался заскок Сережа становился предателем в отношении этих самых планов или же его пользование мной получало оттенок беззастенчивой слишком циничной эксплуатации он клал меня на лопатки а я принимался на время ненавидеть его лютой ненавистью видеть в нем злейшего обидчика очень характерны были в наших отношениях именно эти размолвки раздоры ссоры этих ссор если бы я потрудился подвести им итог было по меньшей мере пять очень серьезных иная ссора длилась месяцами я расставался с ним навсегда выходил в отставку из какого-либо общего дела я слышать ничего больше не хотел о Дягилеве ставил ему в вину всякие промахи и неудачи а затем наступало примирение и часто в самый такой патетический момент Сережа плакал настоящими слезами плакал ибо при всей своей безудержной энергии он был сентиментален и болезненнее других переносил распри между друзьями Сережа не сразу стал вполне нашим кузен Димы был принят в компанию но только по признаку этого родства иной рассказалось что этот юнец и молодец совсем к нам не подходит и тогда включение Дягилева в нашу компанию как бы оставалось на ответственности Димы который очень хотел чтобы мы его жаловали мы же сдавались на Димины доводы и готовы были простить новичку то в чем сказывался известный его провинциализм шокировало нас и его тогдашнее явное безразличие к нашим чисто эстетическим и философским разговорам в качестве близкого к Диме человека он был раз навсегда допущен на наше собрание а когда мы всей компанией собирались в театр на особенно сенсационную премьеру или в теплую пору пикником выезжали за город то Сереже передавалось приглашение присоединиться к нам но все мы постепенно привыкли к тому что и на него не следует рассчитывать во время наших словопрений он начинал откровенно клевать носом в театре он сразу от нас отделялся а пикники он просто игнорировал все это ставилось насчет его провинциальной недозрелости или насчет его фатовства впрочем первые два года он держал себя среди нас более чем скромно и лишь на третий год у него появились замашки которые вызывали дружеские замечания и упреки особенно стал он нас тогда бесить в театре где он проходил по портеру как-то задрав свою огромную голову еле здороваясь и что особенно злило он тут же дарил приятнейшими улыбками и усердными поклонами тех знакомых которые занимали в обществе или по службе видное положение этот стиль он сохранил именно в театре почти на всю жизнь сфера лучше всего еще в самом начале нас сближавшая была музыка несколько лет он тешил себя надеждой что из него выйдет превосходный певец и что кроме того он подарит историю музыки рядом замечательных произведений собственного сочинения для своего голоса баритона он брал уроки у артиста итальянской тогда уже переставшей быть казенной оперы Котонье по теории музыки он пользовался наставлениями римского Корского Дягилев очевидно собирался брать уроки у римского Корского но по свидетельству Естребцова дневниковая запись от 22 сентября 1894 года произведения его оказались более чем вздорными римский Корсков высказал ему прямо свой взгляд тот видимо обиделся Естребцов римский Корсков воспоминания Москва 1960 год том 1 страница 207 пением он угощал нас у себя или на семейных вечеринках у философовых но мы не любили этих его выступлений голос у него был сильный зычный но какого-то пронзительного тембра возможно что он годился бы для сцены но в комнате казался невыносимым пел же Сережа с излишним пафосом не одобрили мы и сочиненную им в подражании мусорскому сцену фонтана на те же слова Пушкина из Бориса Годунова это было нечто довольно хаотичное во что не кстати вплеталась широкая мелодия отдававшая итальянщиной жестокие споры у нас тогда бывали как раз из-за этой его приверженности к широкой мелодии мы только что стали вагнарианцами мы требовали от оперной музыки не арий не фиаритур не виртуозности а настроение яркой изобразительности драматизма и тесного соотношения с действием в чайковском мы боготворили спальню графини в пиковой даме в спящие красавицы антракт но относились с крайним неодобрением к таким взрывам лирики как так это правда и пускай погибну я и тому подобное но и начав по нашему примеру увлекаться вагнером Сережа оставался равнодушным к тому что нас особенно пленило к прелюду в валькирии к шелесту леса в зигфреде и напротив он особенно оценивал последний большой монолог лоенгрина песню вальтера в мейстерзингерах и тому подобное за такие предилекции за увлечение верди и масне ему приходилось выслушивать обвинения в низком вкусе сначала Сергей покорно сносил эти нападки и даже конфузливо пробовал оправдываться но позже он стал огрызаться а там и кричать на своих критиков среди которых особенно придирчив и свиреп был Валечка в конце концов эти шероховатости в нашем отношении к музыке сгладились и выдворилось полное основанное на взаимных уступках согласие за весь тот подготовительный период мы помогли ему разобраться в себе и проститься со всякими грехами юности наш пример подвинул Сережу на более вдумчивое и менее чувственное эмоциональное отношение к музыке в свою очередь и он был нам полезен своим стихийным постепенно очищавшимся и зреющим чутьем а также тем что в нем было музыкально профессионального когда наконец дошло до какого-то коллективного творчества до затеи русских спектаклей в Париже то Дягилев оказался вполне подготовленным и технически к тому чтобы где нужно самому приложить руку причем дело не обходилось иногда и без жестоких расправ с уже существующими сочинениями достаточно вспомнить какой он винегрет сделал из египетских ночей Оренского редкий композитор или диригент вступая в контакт с Дягилевым не испытал в известный момент на себе неприятности быть положенным на лопатки и удивительнее всего что даже и очень строптивые подчинялись самые гордые уступали сознавая что чисто художественные требования Дягилева он чаще требовал нежели давал советы могут пойти на пользу их же произведениям иначе обстояло дело в области изобразительных художеств здесь Дягилев гораздо дольше оставался на положении и в самосознании ученика не будучи одарен каким-либо талантом к рисованию к живописи к скульптуре он никогда и не пробовал своих сил в этих отраслях Дягилев и сам считал себя если не полным профаном то все же любителем дилетантом в итальянском понимании слова и мнение авторитетов среди его ближайших друзей художников Майо Багста и Серова являлись для него абсолютными все же и здесь он готовил нам сюрпризы какими-то скачками он перешел от полного невежества и безразличия к пытливому и даже страстному изучению причем он как-то вдруг приобретал компетентность в вопросах требовавших значительной специализации так например он как-то несколькими взмахами заделался знатоком русского искусства 18 века и создал в своей книге о Левицком настоящий памятник обстоятельства не позволили ему к сожалению издать и свои исследования о других больших русских мастерах о Боровиковском Роктове Шибанове и Семене Щедрине а между тем он и на собирании архивных данных касающихся их уже потратил немало времени впрочем и после того что он приобрел посредством упорной работы в этой области нужные сведения он продолжал нуждаться в наших одобрениях тогда как в музыке он обходился без этого еще в университетские годы Сережа в обществе кузена Димы оказывавшего на него огромное и плодотворное действие в смысле его умственного развития совершил две поездки за границу впечатления были довольно смутные но важно было уже то что он знакомился с западом и с тех пор он все определеннее поворачивался лицом к Франции к Италии к Германии и к Англии причем и последние следы провинциальности начинали стираться постепенно он приобрел облик того Дягилева каким он выступил когда вполне осознал вернее почувствовал свою миссию таким созревшим Дягилевым знали его все кто впоследствии входил с ним в общение все кто вступал с ним в сотрудничество кто видел его во время творчества именно на вопросе о творчестве надо остановиться ибо творчество и есть основа и смысл его существования при этом все же трудно определить в чем именно это его творчество заключалось картин Дягилев не писал за исключением нескольких очень талантливых статей он не занимался писательством он не имел ни малейшего отношения к архитектуре или к скульптуре а в своем композиторстве он очень скоро совершенно разочаровался запустил он и пение иначе говоря Сергей Дягилев ни в какой художественной области не был исполнителем и все же вся его деятельность прошла в области искусства под знаком творчества созидания я совершенно убежден что и при наличии всех представителей творческого начала в искусстве в музыке в литературе в театре при участии которых возникли выставки мир искусства и в течение шести лет издавался журнал того же наименования при наличии тех кто принесли свои таланты на дело ныне вошедшие в историю под названием дягилевские русские спектакли и так далее я убежден что и при наличии всех этих сил ни одна из названных затеи не получила бы своей реализации если бы за эти затеи не принялся Дягилев не возглавил бы их не привнес бы свою изумительную творческую энергию туда где художественно творческих элементов было сколько угодно но где недоставало главного объединяющей творческой воли у дягилева была своя специальность это была именно его воля его хотение лишь с момента когда этот удивительный человек начинал хотеть всякое дело начинало становиться делаться самая инициатива его выступлений принадлежали не ему он был скорее беден на выдумку на идею зато он с жадностью ловил то что возникало в голове его друзей в чем он чувствовал зачатки жизненности с упоением принимался он за осуществление этих не его идей случалось что я бакст серов делали усилия чтобы заразить дягилева идеей явившейся одному из нас и что в ответ на это он проявлял полную инертность мы обвиняли его в лени смешно сказать но больше всего попадало этому неустанному делателю от нас за лень как вдруг через день а то и через час положение оказывалось опрокинутым в глазах только что не верившего сереже загоралась радость делания и с этого момента он сразу принимается выматывать у того кто предложил идею все что нужно для ее реализации взяв навязанное дело в руки он его превращал в свое и часто с этого момента инициаторы вдохновители как-то стушевывались они становились ревностными исполнителями своих же собственных затей но уже понукаемые нашим вождем поездка по чужим краям которую Дягилев совершил на сей раз один летом 1895 года означало важный этап на его жизненном пути эта поездка ознаменовалась между прочим тем что он посетил ряд знаменитостей в художественном литературном и музыкальном мирах как это сделал другой русский путешественник сто лет тому назад Карамзин за это Дягилеву попало от друзей увидавших в таком турне по знаменитостям признаки все того же фатовства теперь мы сказали бы снобизма и вероятно действительно Сергей наперед радовался как он нас всех поразит своими встречами и беседами с Золя с Гуно с Масне с Менцелем с Беклином с Пювида Шаваном и так далее однако лучше вникнув впоследствии в натуру Дягилева я понял что не одно тщеславие или праздное любопытство толкало его а какая-то потребность входить в личный контакт с людьми его страстное желание почувствовать человека как многие другие подлинные деятели Дягилев читал мало и ему совершенно было незнакомо упоение чтения читал он больше для осведомления а не для удовольствия или размышления философские статьи которыми наполнено столько страниц мира искусства Сергей наверное не читал а довольствовался пересказом их Димы писать же письма он просто ненавидел и за все время нашей многолетней дружбы у меня накопилось всего штук тридцать его писем да и то за несколькими исключениями это все коротенькие записочки напоминания понукания но такое воздержание от эпистолярного обмена происходило не от лени или пустоты а именно от какой-то потребности входить в личный контакт с людьми эта же потребность находилась в зависимости от присущего ему дара познавать людей опознав пользоваться ими Дягилев был большой чаровник настоящий шармер если он что-либо желал получить то было почти невозможно устоять против его натиска чаще всего необычайно ласкового натиска и вот удача таких натисков основывалась на его изумительной интуиции на поразительном угадывании людей на ощущение не только их внешних особенностей и слабостей но и на угадывание их наиболее запрятанных дум вкусов желаний и мечтаний с самым беспечным видом точно мимоходом невзначай он добивался нужных ему сведений признаний и особенно тщательно спрятанных тайн он которому было лень прочесть романы которые зевал слушая и очень занимательный доклад способен был подолгу и внимательно изучать автора романа или докладчика приговор его был затем разительно точен он всегда отвечал правде не каждому доступный то же путешествие 1895 года означает решительный поворот в отношении Сергея к искусству только с этого момента он сам как бы начинает претендовать чтобы с ним считались и как с ценителем художественного творчества для того чтобы оправдать эту претензию им были сделаны за последние годы особые усилия нас как-то догнать а то и перегнать теперь же за границей он носился из одного музея в другой из одной мастерской в другую увлеченный этим желанием оказаться впереди мы мечтатели и исполнители предпочитали любоваться тем что нас интересовало в музеях или на выставках не входя в личное общение с создателями всего того прекрасного действовала и боязнь показаться навязчивым а еще больше опасения как бы не разочароваться напротив Дягилев будучи одних же лет с нами и самым молодым из нас находил смелость проникать к самым прославленным художникам входить с ними в разговоры при случае он и выманивал у них за самые доступные цены превосходные вещи по большей части этюды наброски рисунки таким образом за эти полтора месяца странствия по Европе ему удалось приобрести довольно эффектное собрание и теперь он мог вполне сойти в наших глазах за начинающего серьезного любителя чтобы импонировать заграничным людям Сережа довольно удачно разыгрывал большого барина путешествующего вельможу не щадя денег он как раз вступил в распоряжение наследства полученного от матери этого наследства хватило года на три он останавливался в лучших отелях разъезжал по городу в закрытом экипаже одевался с большой изысканностью вставил в глаз ненужный ему монокль не расставался с превысоким цилиндром и на своих визитных карточках он проставил частицу Д тогда как никому среди нас не приходило в голову вставлять эту частицу перед нашими фамилиями хотя иные и имели на то такое же право кое-что выработанных им для общества манерах особенно за границей нас шокировало своим привкусом выскочки но для заграничных людей он был окружен орелом какого-то заморского чуть ли не экзотического барства настоящий русский барин этюды Кевшенки Лагорио картина Яндогурова купленная когда-то по настоянию Бакста словом то с чего началось коллекционирование Сережи теперь было сослано в задние комнаты к нянюшке к Лакею Василию а вместо них на стенах новой квартиры снятой на литейном проспекте в доме номер 45 повисли целых три Ленбаха портрет Бисмарка и портрет Беклина два рисунка Менцеля несколько этюдов Даньяна Бувре несколько рисунков Либермана один рисунок Либермана Сережа привез мне в подарок прелестная женская головка Пюве Дешаванна Мастерские акварели Ганса Бартельса и Ганса Германа Большая картина Людвига Дилля и другое Ему только не удалось выманить что-либо у Беклина о чем он очень скорбел только что упомянутые имена художников указывают на то чем тогда увлекались мы передавая молодежь в России и что продолжало составлять фундамент нашей эстетики может поразить отсутствие имен импрессионистов а между тем в те годы середина 90-х годов можно было еще приобрести за сравнительно доступную сумму и Ренуара и Деган и Писсаро и Сеслея и Сезанна а начинающие тогда художники Вюйяр Боннар Руссель шли просто за гроши но как я уже сказал выше если еще имена импрессионистов мы знали по наслышке или по воспроизведению в книге Мутера то о более современных нам художниках мы имели самое смутное представление исключительно по рассказам нашего нового друга француза Шарля Берле характерно что когда мы увидали на выставке французского искусства в Петербурге нового Клода Моне то была картина из серии стогов то мы все совершенно опешили до того это было ново первая встреча кружка Бенуа со стогами Моне состоялась по-видимому еще в 1891 году на французской промышленной выставке показанной и в Москве и в Петербурге в каталогах большого художественного отдела выставок стога Моне не отмечены однако одна из картин этого цикла очевидно все же присутствовала на выставках ибо помимо Бенуа об этом вспоминают и некоторые другие современники ссылающиеся правда на московскую экспозицию о стогах Моне пишет Андрей Белый в своих мемуарах на рубеже двух столетий Москва Ленинград 1930 год страница 308 309 говоря об испытанном им летучем но остром переживании импрессионистов о них же упоминает Кончаловский его высказывание приводит Никольский в книге Кончаловский Москва 1936 год страница 15-17 наконец свидетельство Кандинского в его книге Кандинский ступени текст художника 25 репродукций с картин 1902 1917 годов Москва 1918 год страница 18 к числу событий наложивших печать на всю его жизнь художник называет французскую импрессионистскую выставку в Москве и особенно сток сена Клода Моне эти события относились к началу тех же 90-х годов 19 века и все же мы имели основание считать себя передовыми ценителями искусства по сравнению с той провинциальной косностью что вообще царило у нас и особенно в Петербурге прибавлю тут же что если в музыке и в литературе русские люди шли тогда нога в ногу с тем что создавалось на западе если иногда они оказывались и далеко впереди то в пластических художествах русское общество в целом плелось до такой степени позади что и наиболее свежим элементом стоило особых усилий догнать хотя бы арьергард европейского художества с другой стороны культ передовитости как таковой чем отличаются теперешние времена этот снобизм как таковой расползающийся как проказа по свету тогда еще не проявлялся двадцать лет спустя Дягилев заделался в Париже каким-то супер снобом ему казалось что он не только догнал то что было самого передового но что он далеко забежал вперед но в 1895 году он уже потому мог временно успокоиться на том чего он тогда достиг что даже названные столь безобидные приобретения сделанные им за границей возбудили среди его родных и знакомых вопли негодования и бесконечные насмешки с одной стороны друзья его хвалили и поощряли на дальнейшее с другой стороны громадное большинство людей своего круга он озадачил и возмутил с этого момента можно сказать что Дягилев полный своих заграничных впечатлений только что окончивший свои годы учения он весной годом позже нас сдал и государственные экзамены подготовившись к ним с какой-то баснословной быстротой Дягилев был наконец принят в нашу компанию на вполне равноправных началах годы годы учения выражение ставшее широко употребительным после романа Гёте годы учения Вильгельма Мейстера 1793-1796 тогда он воодушевлённый этим стал ощущать и своё настоящее призвание не зная однако в какой именно форме и в какой сфере это призвание может проявиться сначала именно тогда его творческие силы не находившие себе выхода в чисто художественном производстве сосредоточились все же на вполне художественных но не требовавших профессионального участия задач тут Дягилев и обнаружился в роли творца решившего произносить да будет там где его друзья только говорили как хорошо было бы если бы стало